Глава 28. Меры, принятые по розыску Милыша Нерича, ничего не давали. Нерич как в воду канул. Корпус разослал репродукции с его фотокарточек во все пограничные пункты, на аэродромы, на вокзалы. Но отовсюду поступали краткие неутешительные депеши. Не обнаружен, не появлялся, не замечен. Весьма шаткие надежды на то, что Нерич появится на квартире вдовы Пшибек, тоже не сбылись. Антонин Слива доложил Лукашу, что сотрудники, ведущие наблюдения за ее домом, выяснили. За последнее время к Пшибек дважды наведывалась неизвестная женщина, а из мужчин никто не приходил. — На кой черт мне эта женщина? — разозлился Лукаш. — Только голову морочите. И сразу спохватился. — Лицо женщины видели? — Нет. — А если это Нерич приходит к ней, переодетой женщиной? — мелькнуло подозрение. — Чем черт не шутит? — Сфотографируйте ее, — приказал он. — Это невозможно, — ответил Антонин. Она приходила оба раза с наступлением полной темноты. Ее лицо было закрыто вуалеткой. Если придет еще раз, то, конечно, опять вечером. Лукаш отдал распоряжение установить личность этой женщины. И сегодня утром ему доложили, что к Пшибек приходит Жакелина Фреснау, врач французского посольства в Праге. Вчера ночью она снова посетила квартиру Лоретты. Лукаш ничего не мог понять. Все перепуталось. Что может быть общего между Жакелиной и Софией Пшибек? Лукаш строил догадки, прикидывал и так и этак на разные лады, но найти ключ к этой истории так и не мог. Он знал, что Жакелина Фреснау состоит в интимной связи с заместителем французского военного атташе капитаном Винсеном, а последнего подозревают в шпионаже. Но отношение к ним Лоретты было для него абсолютно неясным. Много раз изучал Лукаш материалы, собранные на Лоретту, и каждый раз убеждался, что ни в каких тайных делах она не замешана. Какое-то непонятное совпадение. Может быть, Лоретта шьет на Фреснау или оказывает ей какие-нибудь другие услуги. Вы уверены, что именно к Пшибек приходила Фреснау? Антонин ответил, что учаться за это трудно. Из коридора можно попасть в три квартиры. Лукаш окончательно расстроился. Толчем в воду в ступик. Что же предпринять, чтобы внести ясность в дело? Самому навестить вдову Пшибек и побеседовать с ней? Не совсем удобно. Засаду устроить? Пока нет оснований. И здесь он вспомнил Бажену. Вот кто может помочь. Ему припомнилось признание дочери, что София Пшибек вызвала в ней симпатию. Верно. Нужно попросить Бажену, чтобы она навестила Софию. Может быть, что-нибудь выяснится. Рождался телефонный звонок. Лукаш снял трубку. Говорил начальник. Он предупреждал. Сейчас к Лукашу зайдет рабочий с пассажирского аэродрома. Его заявление заслуживает всяческого внимания. Следует поручить кому-нибудь поговорить с этим рабочим. Лукаш передал приказание Антонину Сливе. Пойди займись. Опять новое дело, вздохнул Слива. Ну и времечко. Пожилой, сильно потрепанный жизнью человек вошел к него в комнату и сел без приглашения. «Ух, точно гору перевалил», — сказал он, отдуваясь. Его карие глаза выражали нетерпение. «Рассказывайте, в чем дело. Я вас слушаю», — сказал Слива. Рабочий только этого и ждал. Он заговорил несвязно с крепучим голосом. «Да вот происшествие!» — он развел руками. Не то мне забили голову всяким ссором, не то моему другу Яну Блаш пришла. Не хочу грешить против истины. Сегодня с утра опрокинул я пару кружечек Плезенского. Но Ян уверяет, что у него во рту и рассинки не было. «Ну что такое пара кружек, я вас спрашиваю?» «Пара кружек нынешнего слабенького пива. Это и для ребенка-то пустяк. А я, слава богу, по шестому десятку пошел». Слива еще никак не мог уловить смысла этого заявления. Почему оно заслуживает внимания? Впрочем, рабочий только приступал к делу. Он задохнулся вдруг в пароксизме сухого кашля и с трудом отдышался. Снова послышался его скрипучий голос. «Я и Ян загружали сегодня утром самолет. Грузовой самолет, международные линии. Чего только мы не таскали, даже ящики с пивом. А потом нам попался кофр, здоровенный такой. Мы с Яном подняли его, понесли, а на лесенке какой-то черт толкнул меня под руку. «Ах, чтоб тебя разорвало!» — подумал я и не удержал свой край кофра. Он стук о ступеньку, потом стук об землю. У меня с перепугу под ложечкой заныло. Что если в кофре посуда? Вот, думаю, завернется дело. И здесь мне показалось, будто внутри кофра кто-то охнул. Ну, вроде как человек. Я покосился на дружка Яна. Он сопит и сердится. Но меня сердится, что я не удержал конец. Слива весь ушел вслух. Тут я решил, что все дело в пиве. Все-таки, как не говорите, о две кружки Плезинского. Это я вам в шутку сказал, будто оно слабенькое. Оно теперь такое, сами знаете, сразу забирает, особливо натощак. Втащил ему этот кофр в самолет и идем с Яном обратно, за новым грузом. Тут Ян мне и говорит. «Юлиус, вы что-нибудь заметили?» «Нет», — отвечаю я. «Разрази меня гром», — говорит Ян, «если в кофре не сидит живой человек». Я отчетливо слышал, как он два раза охнул. «Два раза?» — спрашиваю я. «Точно два раза», — отвечает Ян и осеняет себя крестным знамением. «Не сойти мне с этого места». «Ну вот мы и решили. Первонаперво к ребятам в корпус. Разбирайтесь в этом деле». «Номер самолета помните?» — быстро спросил Слива. «А как же?» «176-й, Парижский». Слива позвонил на гражданский аэропорт и попросил задержать самолет до его приезда. Потом, доложив свои соображения Лукашу, он вызвал машину. «Кажется, и предупреждать не стоило», — думал он по дороге на аэродром. «Нелетная погода». Хлестал дождь вперемешку с мокрым снегом. Даже на близкое расстояние видимость была скверная. Хлопья снега, большие как бабочки, залепляли лобовое стекло, и дворник работал с трудом, с покряхтыванием и с жалобным поскрипыванием. Слива поднялся в самолет вместе с рабочим, и тот показал ему загадочный кофр. Слива осмотрел его и обнаружил узкие глинные щели вдоль стенок. «Неспроста эти щели», — отметил он. «Похоже, позаботились, чтобы человек не задохнулся». Когда ему показали документы на кофр, у него глаза полезли на лоб от удивления. Он тотчас распорядился, чтобы кофр отнесли в таможенный зал, и вызвал чиновника, производившего осмотр груза. «Что в кофре?» — спросил он его. Таможенник заметно смутился, помешкал, и довольно сбивчиво стал говорить, что в кофре разные домашние вещи в дозволенной инструкции норме. Он лично осматривал вещи и может перечислить их по памяти. «Попробуйте это сделать», — предложил Слива. Но таможенник еще больше смутился и понес околесицу. По его словам, выходило, что из Праги в Париж в кофре отправляли эмалированную посуду, кухонную утварь, электрооборудование. Таможенник болтал все, что сходу приходило ему в голову. Перед Сливой был субъект не слишком строгих правил. «Присядьте!» — показал ему слева на стул и вызвал дежурного по аэропорту, старшего таможенника и командира экипажа самолета. «Сундук придется вскрыть и составить акт», — объявил он. «Корпус национальной безопасности располагает сведениями, что в нем находятся вещи, не имеющие никакого отношения к домашнему обиходу». Служащие молча переглянулись. Потом дежурный, опомнившись, послал за слесарем. Наконец верх кофра приподнялся. Было чему удивиться. Внутри кофра, освобожденного от внутренних переборок, неподвижно лежала пожилая женщина, обложенная надувными резиновыми подушками. Слив наклонился и пощупал пульс у этого живого груза. «У нее обморок от испуга», — сказал он, усмехнувшись. «Пожилой человек, видно сердечко не в порядке». Рабочий, тот, который приходил в корпус, протискался к сундуку, внимательно всмотрелся в странную пассажирку и посочувствовал своим скрипучим голосом. «Эх ты, сердечная! Да разве можно в таком почтенном возрасте отваживаться на воздушные путешествия, да еще в сундуке?» Софию Лоретту Пшибек и Антонина Сливу разделял служебный стол. «Стало быть, вы отказываетесь говорить правду». «Я давно рассказала вам все. В таком случае у меня есть к вам несколько вопросов». «Пожалуйста». «Откуда вы взяли 7000 крон на подкуп таможенника?» — спросил Слива. София Лоретта пожала плечами, она никому не давала взяток. «Допустим, что это так», — согласился Слива. «Теперь скажите мне, как вам удалось накопить 40 тысяч крон и около 9 тысяч долларов, которые были обнаружены в подушке вашей постели?» Пшибек, не задумываясь, объяснила, что это личное сбережение ее и ее покойного мужа. Она до войны хорошо зарабатывала, а жила скромно. «Деньги, найденные у вас, не довоенные», — опроверг ее слова Слива. «Эти деньги выпущены после реформы 45-го года, а вы мне говорили, что приехали в Чехословакию в 47-м году. Как же увязать ваши слова с этими фактами?» «Это уж ваше дело — увязывать. Я подтверждаю то, что уже сказала». «Кто вас устроил на работу в аэропорту?» «Никто. Сама устроилась». «Есть ли у вас знакомые из числа иностранных подданных?» «Нет», — лаконично ответила Пшибек. Она упорствовала, вступала в спор, пыталась опровергнуть неопровержимые улики. Снова порылся в папке и вынул несколько исписанных листов бумаги, сколотых скрепкой. «Эти бумаги изъяли у вас. Здесь занесены все действующие пассажирские и транспортные самолеты». Он перевернул лист. «Персонально перечислены все летчики. На некоторых из них дожданы характеристики. Какое отношение имеет это все к вашим обязанностям синоптика?» Молчание. «Кто автор этой открытки?» «Там поставлена фамилия. Громадский. Комендант одного из военных аэродромов?» «Кажется, точно не знаю». «В каких отношениях вы с ним состоите?» «Об этом нетрудно судить по открытке. Он давно ухаживал за мной. А когда я овдовела, ухаживания стали более настойчивы. В открытке он просит меня, чтобы я пришла на свидание». Пшибек продолжала лгать и изворачиваться. Она стала нервничать, дерзить. Но Слива становился все более спокойным и уверенным. Он хорошо помнил наставление Ярослава Лукаша. Следователь, начинающий нервничать и кричать на арестованного, этим самым обнаруживает свое бессилие. «Ну что ж», — проговорил он, — «я вынужден дать вам очную ставку с женщиной, которую вы пытались отправить в Париж, в кофре, а также с таможенником». Слива положил руку на трубку телефона. «Не теряйте времени», — неожиданно заявил Абшибек. «Дайте мне бумагу и ручку, и я все напишу. Игра окончена. И если можно, предложите мне сигарету». Доклад Антонина Сливы слушали его непосредственный начальник Лукаш и один из руководителей корпуса. Лукаш сидел у окна и следил за тем, как по стеклу, обгоняя друг друга, а потом, соединяясь в общий ручеек, сбегали дождевые струйки. Слива говорил, стоя у прямоугольного большого стола и изредка заглядывая в развернутую перед ним папку. Он докладывал. Таможенник не в курсе дела и не знал, что спрятано в кофре. За то, что не осматривал кофр, он получил от Абшибек взятку — 7000 крон. Его дело следует передать судебным органам и привлечь к ответственности как уголовного преступника. София Лоретта с 1935 года — рафинированная шпионка. В 1945 году она сблизилась с коммунистом, с партизаном Абшибеком, сумела влюбить его в себя и вышла за него замуж. В 1947 году она покинула Югославию вместе с мужем. Этому предшествовала хитроумная комбинация, разработанная французской разведкой. К таинственному убийству мужа София Лоретта никакого отношения не умеет и пролить свет на это преступление не может. Для нее самой оно загадка. На службу в аэропорту ее устроили французы через свою старую агентуру в авиакомпании «Аэрофранс». Женщина, обнаруженная в кофре, — жена чешского военного преступника Кальмена, скрывающегося во Франции. София Лоретта, выполняя поручение французской разведки, уже дважды отправляла самолетами живой груз. Слива закончил и начал перелистывать бумаги, проверяя, не упустил ли он что-нибудь из виду. — А с кем из французов она была связана? — спросил начальник. — С Жекелеми Фреснал. — А какие данные у вас о коменданте Громадском? — Да, — спохватился Слива. — Я забыл о нем сказать. По поручению французов, — дополнил он, — София Лоретта готовила Громадского к вербовке. Она была уверена, что удастся привлечь его к работе. К этому были все основания. Громадский с 1934 года сотрудничал со вторым отделом польского генерального штаба и работал на связи у полковника Ковальского. После оккупации Чехословакии гитлеровцами Громадский бежал в Польшу и там по заданию польского генштаба содействовал генералу Прхале в формировании Чешского легиона. Затем Громадский побывал во Франции, Англии, Испании и в 1945 году возвратился на родину. Располагает обширными связями среди старых летчиков, чем и привлек к себе внимание французов. София Лоретта назвала трех человек из лиц аэродромной службы, завербованных ею для работы в пользу французской разведки. — Все? — спросил шеф. — Все. — Вот вам и печальная вдовушка, — рассмеялся шеф. — Еще немного, и она обвела бы вас вокруг пальца. А вы — нас. — Я уже сделал для себя все выводы, — заметил Слива. Лукаш обернулся от окна. — А что она говорит о Нериче? — Ничего интересного. Она презрительно именует его перерожденцем. — Занимательно. — Выходит, своя своих не познаша, — спросил начальник. — Выходит так. Начальник встал. — С Громадского не спускайте глаз. Это тип опасный. Глава двадцать девятая. Бажена с головой ушла в учение. Только в нем она находила душевный покой, хоть немного забывалась. Но стоило ей только выйти из университета, как все пережитое снова мучила и угнетала ее. Вместе с отцом она была в Центральном комитете партии. Они давали объяснение. Мучительно стыдно смотреть было в глаза секретарю. Отец и Бажена, оба бывшие подпольщики, люди, прошедшие суровую школу революционной борьбы, не сумели разобраться в презренном человеке. Так, не следя за собою, можно притупить и потерять бдительность. Конечно, больше всего повинна она, Бажена. Она так и сказала секретарю. И спасибо партии она отнеслась к ним снисходительно и человечно. Поверила, что оба они честные коммунисты, но допустили большую ошибку. Жестокий урок. Сегодня Бажена задержалась в университете. Было партийное собрание. Опять говорили о министрах-католиках, национальных социалистах. Их теперь уже открыто называют реакционерами. Не маскируясь, они саботируют работу правительства, срывают заседания, навязывают ненужные дискуссии. Докладчик из горкома приводил факты прямого саботажа и антигосударственной пропаганды. Реакционеры пытаются обработать в нужном для себя направлении студенческую молодежь. Кое-кто из студентов попадается на их удочку и начинает им подпевать. Надо поднять и усилить политическую работу. Бажена выступила в прениях. Она напомнила, что среди беспартийных студентов много бывших партизан, людей, искренне преданных делу. Они должны стать опорой коммунистов в университете. Приняли решение собрать студентов, участников движения сопротивления и провести с ними специальную беседу. Эту работу возложили на Бажену. Отец еще не возвращался. Бажена принималась готовить ужин. Переезд к отцу в тот день, когда исчез неречь, немного облегчило ее душевное состояние. Близость родного человека благотворно сказалась на ней. У старого Ярослава на сердце тоже лежала тяжесть, но он нашел в себе силы морально поддержать любимую дочь. Больше всего его угнетало, что он, старый большевик, не рассмотрел гнилое нутро Нереча и потворствовал его сближению с Баженой. Зять он в нем не нашел. Он и Нереч как были, так и остались чужими людьми. И виделись-то они после свадьбы не больше двух-трех раз. Ярослав успокаивал себя тем, что все свершилось и закончилось быстро, в несколько месяцев. Он мысленно благодарил вдову Пшибек, которое своим появлением ускорило развязку. С работы Лукаш пришел усталый, немного расстроенный делами по службе. Но едва переступив порог дома, подтянулся, приободрился. Он щадил и берег свою дочь. А кинув взглядом стол, он с наигранным весельем в голосе спросил. «Значит, ты руем?» «Сегодня суббота, отец», — сказала Бажена. «А разве я отказываюсь? Наоборот, я всей душой запир». Он прошел в свою комнату переодеться. Стягивая с себя брюки и ботинки, Ярослав думал, «Странное существо человек, глубоко врастают в него привычки. Взять его самого». Как только Бажена уехала после свадьбы, он потерял всякий покой. Болтался по опустевшей квартире, как чужой. Спал тревожно, урывками, пропал аппетит. И часто в бессонные ночи думал с тоской и горечью. Неужели вот так до самого гроба он будет влачить одинокие свои дни, не видя подле себя близкого человека, его маленьких забот? Некому сказать теплое слово и не от кого его услышать, переброситься хоть бы несколькими фразами. А ведь он мечтал о горластом внученке. «Ты скоро, отец?» — послушался голос Бажена. «Сейчас, дочка, сейчас!» — опозвался Ярослав, натягивая на себя пижаму и засовывая ноги в домашние туфли. Только они сели за стол, и Ярослав протянул руку за бутылкой пива, как в коридоре послышались гулкие шаги, и след за ними стук в дверь. «Да, войдите!» — громко крикнул Ярослав. Пришел Антонин Слива. «Добрый вечер!» «Решил внезапный налет на вас сделать!» — произнес он, снимая с себя штатское пальто. «И как лихо подгадал прямо к столу! Вы, кажется, еще не приступали?» «Садись, садись! Мы тебе всегда рады!» Ярослав вышел из-за стола. Он чувствовал некоторую неловкость. После памятного объяснения они не встречались в неслужебной обстановке. И растерянность, и смущение, и негодование переживала Бажена. «Зачем он пришел? Неужели у него нет сердца? Как он не может понять, что горе ее и так тяжело, чтобы еще больше обострять его?» «Здравствуй, Баженочка!» «Здравствуй, Ярослав!» Антонин пожал им руки и, словно отвечая на мысли Бажена, сказал. «Все никак не мог выбраться к вам. Я письмо получил от Максима». Бажена не могла сдержать радости. «От Глушанина?» «Да. Совсем недавно получил». «То сначала выпей», — сказал Ярослав, наливая Антонину стакан пива. «Выпей, а потом будешь рассказывать». «Хорошо это ты надумал зайти». «Зачем мне рассказывать?» — возразил Антонин и выпил пиво большими глотками. «Мы сейчас будем вместе письмо читать. Я его захватил с собой». Бажена облегченно перевела дух. Она вначале заподозрила, что Антонин обманывает ее, и сообщение о письме — это только повод, а пришел он из любопытства или за тем, чтобы поторжествовать над ней. Она поставила перед Антонином тарелку, положила нож и вилку. «Ешь. И ты, отец, тоже». «За мной остановки не будет», — весело отозвался Антонин, перекладывая к себе на тарелку кусок заливной рыбы. «Откровенно говоря, я сегодня не обедал». Ему было радостно видеть Бажену в прежней обстановке, и вдруг показалось, что ничто не изменилось за эти полгода. Что все идет по-старому, и не было никаких потрясений и несчастьй. Неловкость, которой были скованы Ярослав и Бажена, тоже незаметно исчезла. После ужина читали письмо. Читала Бажена вслух, а Антонин и Ярослав слушали, покуривая, один свою заветную трубку, другой сигарету. Бажена сидела в кресле, освещенной лампой. Антонин ничего не слышал и не видел, кроме ее голубых глаз, взгляд которых еще мог согревать других, но сама она этого тепла не чувствовала. «Она все так же ясна, проста и непосредственно», – думал он. «К таким женщинам грязь не пристает». Глушанин писал, что войну закончил на Дальнем Востоке, а теперь второй уже год учится в военной академии. Обзавелся семьей, жена и сын. Часто вспоминает о годах боевой дружбы с чешскими друзьями, рассказывает товарищам по Академии о Бажене, Ярославе, Антонине. Письмо перечитали дважды, во второй раз читал Ярослав, а потом по настоянию Антонина сели за ответ. Писал Бажена. Начали так. «Дорогой Максим Андреевич, вы не представить себе не можете, какую радость доставила ваша весточка. Как приятно сознавать, что дружба, возникшая в совместной борьбе и скрепленная кровью, оставила в каждом из нас глубокий след и продолжает жить в наших сердцах. В прошлом году в Праге был большой праздник. Наш праздник. Состоялась грандиозная демонстрация партизан. И как мы жалели, что в числе многих гостей партизан Югославии, Болгарии и Советского Союза не было вас. На Староместской площади, неподалеку от которой, помните, мы защищали баррикаду, был проведен митинг. Выступали бывшие партизаны. Выступал и ваш партизанский генерал, дважды Герой Советского Союза, товарищ Кавпак. Тогда мы приняли новую присягу. Видимо, о ней вы и спрашиваете нас». Ушел Антонин поздно. В прощальном пожатии его руки Бажена не могла не почувствовать всей силы глубокого и верного чувства Антонина. В дверях она сказала ему. «Антонин, я очень хочу, чтобы София Пшибик зашла к нам. Может быть, ты встречаешься с ней? Или знаешь ее адрес?» Бажене почему-то казалось, что Антонин обязательно должен встречаться со вдовой Пшибик. Лукаш нахмурился. Оживленное лицо Антонина сразу стало серьезным. Он стоял у притолоки, раздумывая, как бы осторожнее и мягче ответить Бажене. Потом посмотрел на Лукаша. Но смягчить факт ареста было невозможно. «Забудь о ней навсегда», — сказал Антонин и понял, что этой фразой ему не отделаться. «Почему?» Бажена встревожилась. «Пшибик сегодня арестована. Она оказалась активной шпионкой», — вмешался Лукаш. После тягостного молчания Бажена спросила. «И это правда?» «Да, истинная правда. Я тоже ошибался в ней. Я считала ее честным человеком, а сегодня она призналась мне во всех смертных грехах», — ответил Антонин. Глава тридцатая Минул январь сорок восьмого года. Установилась бодрая зимняя погодка. Между селами и деревнями пролег санный путь. Крестьяне надели теплые свитки и полушубки, прожане — шубы. Сезон был глухой, но от туристов нет отбоя. Куда ни глянь, везде туристы. Да и не только праздные туристы мозолили глаза. Депутаты зарубежных парламентов, сенаторы, журналисты, специалисты, разнорабочие, деловые люди метались по всей стране, прислушивались, приглядывались, всюду совали свой нос. Полки книжных магазинов и теосков ломились под тяжестью иностранных книг. На экранах 25 лучших кинотеатров Праги демонстрировались американские фильмы. Реакция, с надеждой взирая на Запад и не без тревоги на Восток, готовилась к бою. А тем временем трудовой чехословацкий народ упорно и уверенно восстанавливал хозяйство, разрушенное войной. Тянулись к небу фабричные трубы, высокие корпуса новых заводов. Увеличилось в стране железнодорожное движение, возводились жилые дома, возникали новые села и поселки. Торжествовал труд. В быт прочно вошли субботники. Участники созданных по призыву коммунистов добровольных бригад отдавали государству безвозмездно один рабочий день в неделю. Рабочие показывали образцы стахановского труда, перекликаясь своими достижениями с передовиками-производственниками Советского Союза. Шкода, кроме тракторов, спускал с конвейера мощные локомотивы, электромоторы, сложные станки. Колбен Данек производила турбокомпрессоры и моторы. Сброевка наладила серийный выпуск тракторов и грузовых автомобилей. Татра выпускала комфортабельные лимузины и пополняла железнодорожный парк страны новыми вагонами. На мотоциклах Ява ездили крестьяне, рабочие. Батя работал для народа, и ему помогали заводы Фатра и Матадор. Текстильные ткани тысячами километров сбегали со станков на заводах бывшей фирмы Маутнер. В собственность государства перешли нефтеперегонные заводы Фанто в Пардубице, Апполо и Компания в Братиславе, Сталру в Дубове, Вакуум-Оил Компания в Колине, Бензон-Ледера Компания в Кралупах. На базе национализированных предприятий возникали новые фирмы. Синтезия в Семтине, Гидрогенизационный комбинат имени Сталина в Мосте, Химический комбинат в Моравской Астраве, Сполик про Химицио в Гутни-Выбору в Праге. Открылись свыше двух тысяч новых школ и 150 новых кинотеатров в стране. В деревню пришел трактор, Сеть кооперативных и государственных МТС росла и укреплялась. В Карловых Варах, где до 45-го года все предприятия От крупных отелей и до мелких ловчонок принадлежали немцам, Теперь кипела и спорилась работа. Сюда съехались чехи, словаки. Был брошен лозунг «Здравницы только трудящимся». Народ был занят созидательным трудом. Глава 31. Официальное распоряжение немедленно покинуть Чехословакию Вызвало со стороны Эльвиры бурю возмущения. Не выбирая выражений, она ругала американское посольство, Испугавшиеся возможности вербальной ноты от лица чешского правительства. «Они с ума спятили!» — кричала разъяренная Эльвира. «А мои заказы у 17 портних. Пока я не получу свои платья, я на шаг не стронусь с места». Сойер, оказавшийся случайным свидетелем этой бурной сцены, напомнил Эльвире. «В вашем распоряжении осталось только 11 часов. Поторопитесь, завтра в 7 утра вы должны быть уже на границе». Ярость Эльвиры сменилась жалобами. Ей хотелось плакать, но слез не было. Всеми силами она пыталась выдавить их и хныкала. Прэн посоветовал. «Бери машину и поезжай в город. Кое-что ты успеешь еще сделать». Одновременно с судьбой Эльвиры нежданно-негаданно решилась и его судьба. Борн предложил Прэну покинуть Чехословакию. «Их знают как мужа и жену, и этого достаточно», — писал он в своей телеграмме. «Пусть Сойер примет от Прэна всю квалифицированную агентуру, призванную играть роль в назревающих событиях». После ухода Эльвиры Сойер и Прэн приступили к совещанию. Часть агентуры Прэна решили переложить на Мерича. Атмосфера разрядилась, Мерича считали покойником. Договорились передать ему Лишку, Наварро и Раймунду. Орла, кратухвила, Сойер оставил за собой. Орел, опытный старый агент Ватикана, проводил деловые встречи и беседы с мансиньорами Галой, Шрамиком и пользовался особым расположением архиепископа Беррена. Оставив Орла за собой, Сойер только выигрывал, не говоря уже о том, что это обеспечивало ему информацию о всех политических событиях в стране. «Приступим сейчас?» – спросил Прэн. «Да, немедленно», – ответил Сойер. Губерт Янковец, тот самый Янковец, который в бесславные дни протектората работал оружейником в правительственных войсках, подходил, поглядывая по сторонам к Центральному Совету профсоюзов на Перштене. Краем уха он слышал, что в Центральном Совете можно отыскать Морову. Он плохо знал этого человека, с которым не больше двух раз встречался в памятные майские дни. Отыскать других знакомых он не надеялся. Адам Труска? Но где его искать? Ковач, Скибочка, а этих где найти? Скибочки. Давно разбрелись в разные стороны. Времени у Янковца было мало. Он шел довольно быстро, едва успевая козырять направо и налево офицерам, встречавшимся ему по пути. Неподалеку от Совета он вдруг остановился. Прямо на него шла молодая, стройная, невысокая женщина, одетая в осеннее драповое пальто. От радости сердце в груди Янковца гулко заколотилось. Он узнал эту женщину. — Бажена! — крикнул Янковец. — Товарищ Янковец! — радостно улыбнулась Бажена. — Вы откуда? — Из моста, из моста. Я там с июня сорок пятого, в полку, по-прежнему оружейником. У меня очень важное дело в Праге, а времени в обрез. Я самовольно отлучился из полка, и мне может влететь под самую завязку. — Что за дело? — спросила Бажена. — Дело государственного значения. Тут не место рассказывать. — Может быть, поедем к нам на квартиру? Янковец с радостью ухватился за приглашение. — Это самое лучшее, ведь я шел сюда, чтобы разыскать Морову. Наверное, он меня забыл. — Не думаю, — улыбнулась Бажена. — Ох, как же это хорошо, что я встретил вас. Только вот, боюсь, влипят мне по первое число за самовольный отъезд. Конечно, уже спохватились, ищут. Шутка ли? Оруженик пропал на двое суток. А вы не волнуйтесь. Будем надеяться, что все обойдется хорошо. Пойдемте к трамваю. Расскажите мне, как вы живете? — Да вот, прыгаю помаленьку. Недавно болел, прохватила сквознячком, ну и слег. Годы не те, милая, чтоб здоровьем хвастаться. Как ни говорите, полвека жизни за спиной. В трамвае они вспоминали старых друзей. Бажена рассказала все, что знала от русски, к овочи, скибочки. Дома Бажена порывалась угостить неожиданного гостя, но Янковец отказался наотрез. Что вы, милая, да кофе ли мне? Сидя на диване, Янковец напряженно ждал Ярослава. Наконец он решительно заявил. Больше не могу. Никак не могу. На поезд опаздываю. Слушайте меня внимательно. А лучше возьмите на карандашик. Дело важное. А потом передайте, кому следует. Янковец начал свой рассказ. Суть дела заключалась в следующем. В квартире Янковца снимает комнату инженер-технолог с химического комбината. Человек одинокий. Они сдружились, сблизились. Частенько даже перекидывались картишками. Так, для забавы, в своей козыре. Фамилия инженера Арнольд Тука. Он член Народной партии католиков. Все шло хорошо, но вдруг Тука стал проявлять повышенный интерес к полку, в котором служил Янковец. Расспрашивать о новых видах вооружения, о взаимоотношениях между офицерами и солдатами, о численности военнослужащих католиков. Это Янковцу не понравилось. Но особого значения любопытству Туки он не придал. Не мало ли чем интересуются люди. Уж так они созданы, что все хотят знать. Но потом вышла одна история. Жена Янковца, католичка, человек верующий, каждое воскресенье по утрам она просила у квартиранта его Евангелие и ходила с ним на богослужение. И вот однажды Янковец ненароком раскрыл Евангелие, которое лежало на столе, и увидал между страницами сложенный лист пергаментной бумаги. Он заинтересовался и развернул его. На лист была нанесена подробная схема химического комбината. Как только жена ушла, в комнату ворвался Тука. Он был сильно возбужден. «Где Евангелие?» Янковец спокойно ответил, что Евангелие унесла с собой жена. Для этого она и брала его у Туки. Инженер побежал вслед за женой Янковца, догнал ее на полпути. Как выяснилось потом, панику он поднял все из-за этой самой схемы. Вероятно, он по нечаянности сунул ее в Евангелие. Янковец сообразил, что схема, вероятно, имеет важное значение. А позавчера вечером в отсутствие Туки пришла телеграмма из Праги. Уже напитая доверие к своему квартиранту, Янковец ухитрился, не распечатывая телеграммы, прочитать ее текст. Там стояло несколько слов. «Сденок нездоров, немедленно выезжай, Мария». Во-первых, Тука никогда и ни от кого не получал ни пенсии, ни телеграмм. Во-вторых, он еще в первые дни знакомства говорил, что в живых у него не осталось ни одного родственника, а его единственного брата расстреляли в Словакии немцы. В-третьих, он был очень смущен, когда Янковец вручил ему телеграмму. А прочтя ее, сильно изменился в лице и пробормотал. «Брат болен, сестра просит, чтобы я выехал, надо ехать». Это огорошило Янковца, а поведение квартиранта ночью еще больше усилило подозрения. Тука, битых три часа, сидел у печки и бросал в огонь какие-то бумажки. В результате всех этих наблюдений Янковец решил последовать за ним в Прагу и поехал. В Праге подозрения Янковца усилились еще больше. Вчера весь день он не выпускал квартиранта из глаз, и тот не заметил его. Тука бродил по городу, три раза не меньше, чем по часу ждал кого-то у Национального музея на Вацлавской площади, но не дождался и отправился ночевать на вокзал. Можно ли теперь поверить, что у него в Праге брат и сестра, если он не заходил ни в один дом? Сегодня Тука опять пошел к музею. В первый раз напрасно, а во второй в четыре часа увидел поджидающего его человека с перевязанным глазом. Они пошли вместе. Янковец последовал за ним и проследил до самого дома, в который они вошли. — Как вы теперь считаете? — спросил Янковец. — Срочное это дело или не срочное? — Срочное, — решительно ответила Бажена. — А адрес дома, куда они вошли, вы записали? Янковец подал ей листок с записанным адресом. — С какой стороны не подойти, подлец этот Тука! — добавил он. — Мозговитый человек, слов нет. Говорить мастер. Если он и делами так ворочает, как языком, то хлопот с ним не оберешься. Кажется, поздно я хватился. Не проглядел ли? Бажена помедлила мгновение, а потом спросила Янковца. — Вы помните по работе в подполье Антонина Сливу? — Высоконький такой паренек. Все с твоим отцом дела имел, да? — Вот-вот. — И что же? Я вас сейчас отведу к нему. Отец сегодня на учебе, а не на службе. Антонин Слива тоже работает в Корпусе национальной безопасности. Вы повторите ему все, что сейчас мне рассказали. Янковец искренне возмутился. — Повторить? — Да чего же он тогда потратил здесь столько драгоценного времени? — Нет-нет, он больше никуда не пойдет. Своё дело он сделал, а теперь пора бежать на вокзал. Как Бажена его не убеждала, Янковец упорно твердил своё. — Не могу, опоздаю. Служба есть служба. Антонин Слива ожил, когда к нему пришла Бажена. Не знал, что сказать, куда усадить. От бурного проявления его внимательности Бажена смутилась. Рассказу Янковца Антонин придал большое значение. По просьбе Бажены он позвонил в мост и попросил местных товарищей из корпуса связаться с командованием и оправдать самовольную отлучку Янковца из части. — Вот они, наши патриоты! — с гордостью воскликнул Слива. — И таких людей хотят осилить. — Ну, простите. Несколько дней назад министр наградил одного рабочего с аэродрома. Тот тоже показал пример бдительности, благодаря которой мы захватили опасного вражеского агента. Не одного, а нескольких. Домой Бажена возвращалась не одна. Глава 32. Наблюдение за комендантом военного аэродрома Громадским дало совершенно неожиданные результаты. Корпус национальной безопасности нащупал новую цепь заговорщической организации. В разных частях города и преимущественно ночью с Громадским встречался мужчина с ярко-рыжей шевелюрой и черной повязкой на глазу, прозванный Одноглазым. Одноглазый был трудным объектом для слежки. Это был враг осторожный, умеющий ловко заметать и путать следы. Он дважды исчезал из поля зрения сотрудников корпуса, пересаживался с одного трамвая в другой, выпрыгивал на ходу, менял такси, заходил в подъезды домов и тотчас выходил. Наконец, после долгих усилий, сотрудники корпуса обнаружили постоянное пристанище Одноглазого. Он жил у доктора теологии Кратухвилла в Карлине. Кратухвилл был уже известен органам безопасности своей прошлой деятельностью, но они не имели никаких доказательств его причастности к заговору реакции. Кратухвилл получил высшее богословское образование в Риме, затем преподавал в Карловом университете. В Домунхенские годы он проводил лето в Италии. Поддерживал тесную связь с Глинкой, Тисо и Сидором. Последний одно время был тисовским посланником при Ватикане. Кратухвилл являлся членом парламента от Народной партии католиков, участником всех церковных праздников и церемоний в стране и за ее пределами, членом правления католического гимнастического общества «Орел», известного своими связями со спортивными организациями капиталистических стран. В период оккупации Чехословакии гитлеровцами Кратухвилл проживал в Праге, возносил и прославлял предателя Гаху. Его лучшим другом в то время был уполномоченный Германской имперской службой безопасности по делам церкви Бауэр. Бауэр тоже жил в Праге, но каждый месяц совершал поездки в Рим для свиданий с руководителем конгрегации Ватикана по чрезвычайным делам Монтини. Кратухвилл отправлял с Бауэром свои письма к Монтини. Стоустая молва, видимо, не без оснований, приписывала Бауэру зловещие деяния. При содействии Кратухвилла Бауэр обезвредил многих служителей церкви, нежелательных для Гитлера и Папы. В начале 1946 года Кратухвилл привлек к себе общее внимание тем, что пытался возбудить у верующих чехов-католиков симпатии к нацистам и судетов, и вел пропаганду против выселения их из Чехословакии. Кратухвилл пользовался полной поддержкой заместителя премьер-министра Монсеньора Шрамека, а также министров-католиков Галы и Прохоски. Он состоял в хороших отношениях с архиепископом Берном. Заявление Янковца о том, что его квартирант-инженер Тука встречался у Национального музея с рыжеволосым человеком, носящим черную повязку на левом глазу, дополнило сведения об одноглазом. Янковец дал адрес дома, в который заходил Тука. В поле зрения корпуса попали новые данные. Вынужденный отъезд Эльвира из Чехословакии и предстоящий отъезд Прена остались для Нерича загадкой. Он не мог знать всей подоплеки дела, а Сойер и Прен не считали нужным посвящать его в подробности. То же обстоятельство, что на него взвалили дополнительную агентуру, только польстило самолюбию Нерича. Он сделал слишком поспешные выводы в свою пользу. «Похоже на то, что Прен не вытягивал дело», – подумал он. «Не того чекана, разведчик. А на мне остановились, конечно, небезведомо самого Борна». Нерич без протеста принял на связь Лишку, квартира которого ему была уже знакома по встречам на ней с Преном, инженера из моста Арнольда Тука, имевшего кличку Наварро, и содержательницу конспиративной квартиры Мадиску Раймунду. Мерич поверил, что его акции повышаются, и мрачные мысли, угнетавшие его последнее время, развеялись. Этому способствовало благополучное существование на нелегальном положении и удаче последних дней. Все шло гладко, развивалось по плану, без сучка и задоринки, и открывало широкие перспективы. Масштабы заговора захватывали его и взбадривали его энергию. Только две вещи смущали и беспокоили – арест Лоретты и переезд Бажены к отцу. Решение ликвидировать Лоретту и Бажену, возникшее в его голове и одобренное Преном и Сойером, заставило Мерича сделать в этом направлении предварительные шаги. Не рискуя появляться в квартире Лоретты, которой он не доверял, а тем более на своей старой квартире, Мерич по обоим адресам послал разведку. Результат поразил его. Пшибик арестована, а Бажена переехала к отцу. Мерич долго ломал голову над вопросом, что могло стать причиной ареста Лоретты. Он видел в этом какую-то хитроумную комбинацию со стороной корпуса национальной безопасности, рассчитанную на содействие Лоретты в его поимке. Оставалась Бажена. Мерич ненавидел ее и считал истинной виновницей всех своих несчастий. Что дала ему женитьба, кроме бедствий, свалившихся на его голову? Ровным счетом ничего. И стремление расправиться с бывшей женой с каждым днем крепло в нем. Но переезд Бажена к отцу неожиданно перечеркнул весь разработанный план расправы. Приходилось изобретать новый вариант. Прэн посоветовал предать убийству вид несчастного случая. Мерич согласился. Морозная февральская ночь. Серебряными хрусталиками повисли в черном небе мигающие звезды. Густой туманностью протянулся Млечный Путь. С грохотом пробежали в парк последние трамваи. Деревья Летнинского парка, серые от иния, казалось, сошли с новогодней открытки. Закончив свой трудовой день, Прага готовилась ко сну. Стихает городской шум, все реже звучат автомобильные сирены, гаснут пляшущие световые рекламы и огни в окнах домов. Все безлюднее становятся улицы. Мерич вышел из квартиры Кратухвила и медленно спустился по ступенькам лестницы. Долго стоял в черном проеме выходных дверей, всматривался в лица прохожих, оглядывал улицу из конца в конец. Наконец поправил повязку на глазу, вышел из дома и крупными шагами пошел вдоль пустынной улицы. Пройдя два квартала, он свернул за угол, здесь тоже немного постоял и скрылся в черном зеве узких ворот. Через минуту послышался рокот запущенного мотора и из ворот вывернула закрытая автомашина. Завернув, она помчалась к военному аэродрому. У руля сидел бывший начальник гаража, изгнанный морганоком с автобазы и нашедший приют у Громадского. Богуцкий вел машину уверенно, смело, делая плавные повороты, легко обходя препятствия, избегая резких торможений и частых сигналов. В черте аэродрома дорогу машине преградила высокая фигура коменданта Громадского. На нем был теплый комбинезон, подбитый мехом, летная шапка, очки. Меч не сразу узнал своего сообщника, в этом одеянии он походил на медведя. Комбинезон связывалось и снял его движение. Даже походка Громадского изменилась, он шагал неуклюже, будто вместо ног у него были протезы. Машина затормозила, неречь вышел. «Как?» — спросил он, обводя взглядом местность. Впереди на фоне неба вырисовывались заиндевелые полукруглые крыши ангаров. На большой территории летного поля здесь и там смутно угадывались очертания разнотипных самолетов. «Все готово!» — ответил Громадский. «Здесь подождем?» «Да, лучше здесь». Машина отошла в сторону к кювету. Неречь прохаживался вместе с Громадским. Поддувал морозный ветерок. Неречь поднял воротник. Как ни странно, он сейчас думал не о предстоящей опасной и дерзкой ночной операции, в успехе которой не сомневался, а о том, как лучше и вернее ликвидировать Бажену. Вскоре со стороны города бесшумно подкатил закрытый пикап, и из него вывалились восемь человек, одетых в форму чешских пилотов. Громадский пересчитал людей. «Почему восемь, а не одиннадцать?» — спросил он Нереча. «Сколько есть?» «Ну вот», — недовольно буркнул Громадский, «а я подготовил машину на всех». Тесной кучкой зашагали в сторону аэродрома. Часового входа козырнул коменданту, идущему впереди, и пропустил всю группу. Пересекли летное поле. Остановились на стартовой дорожке. Здесь, вытянувшись гуськом, застыли двенадцать приземистых самолетов, готовых точно птицы оторваться от земли. «Одну минуту внимания!» — тихо, но четко произнес Громадский. Пилоты окружили его. «Я пойду ведущим. Поднимитесь один за другим с интервалом через полминуты, не более. Никаких кругов. Ложитесь прямо на курс. По Драгенсбургам будут выложены сигналы. Впрочем, это вам хорошо известно. По машинам». Пилоты быстро разошлись по самолетам. Громадский подал руку Неричу. «Да лучше в ней. Через сорок минут буду пить коньяк за ваше здоровье и успешное завершение начатого. Всего хорошего. Боюсь, мы прибудем на место раньше вашей депеши, пока зашифруют, расшифруют, доложат, а мы этим временем уже приземлимся. Ну, я иду». Загребая руками и ногами, Громадский направился к передней машине, на него остановил окрик одного из пилотов. «Эй, комендант, на машине нет аккумулятора». Громадский резко обернулся. «Как это нет? А вот так? Нету? И у меня тоже нет». «Что за чертовщина? Вы нас в беремке собрали играть? О чем вы думали?» Громадский стоял, руки его повисли плетьми. Страшная догадка, подобно электрическому току, пронизала его. Машины были экипированы полностью, вплоть до боевого комплекта. Вечером он лично проверил все машины. Пилоты в злобном молчании окружили его. «В чем дело?» Резко спросил один из них. «Кому это надоело болтаться на белом свете?» Громадский напряженно искал выхода. «Скорее в машину, пока она не ушла в город», — сказал он каким-то чужим голосом. Мирич опомнился. «Вы что, с ума сошли? Что вы этим хотите сказать?» Громадский развел руками. «Если только успеем». Он был прав. Спереди, сзади, слева, справа, отовсюду послышался нарастающий треск мотоциклов. По меньшей мере полсотни мотоциклистов мыслось по территории аэродрома. Кольцо их мгновенно замкнулось. Из прицепов, из багажников спрыгивали бойцы и офицеры Корпуса национальной безопасности. «Не с места! Руки вверх!» С длинных поводков рвались злобные овчарки. Силы были явно неравны. Сопротивляться не имело никакого смысла. Все же кто-то из пилотов успел сделать два выстрела. Спустя минуту он уже лежал на земле, сбитый с ног кричащей овчаркой. Один из пилотов подбежал к Миричу и наотмашь ударил его в лицо. Мирич не устоял на ногах и рухнул на землю. «Руки вверх! И откроем огонь!» Раздался требовательный окрик. Коротко хлопнул выстрел. Это пустил себе пулу в лоб комендант Громадский. Вскоре на аэродроме восстановилась тишина. Млечный путь побледнел. Из-за черного заводского корпуса, видного на горизонте, медленно выплывала луна. Мороз усиливался к утру. Антонин слива поднялся чуть свет. Обязательная утренняя зарядка, потом обтирание ледяной водой. Оделся, потянулся к пачке сигарет, но тут же отдернул руку. Он дал себе слово не курить до еды, и приходилось этого правила держаться. Несмотря на то, что спал всего три часа, он чувствовал бодрость во всем теле, чувствовал приток свежих сил. Голова была ясной. Вспомнил Янковца. Вчера звонили товарищи из моста. У Янковца в части не произошло никаких осложнений. Слива передал им, что приказом министра внутренних дел, Янковец примирован большой денежной суммой. Потом в сознании возник образ Бажены. Он припомнил минуту за минутой тот вечер, когда провожал ее из корпуса до квартиры. Антонин по-прежнему держался с нею, как старый испытанный друг. Ни одним словом он не намекнул ей на свои надежды, и так честнее. Ей сейчас не до этого, а время лучший лекарь. Утро было на диво хорошо, и чудесно была спящая Прага. Слива, емко всей грудью, вдохнул в себя морозный воздух, чувствуя, как он дошел до самого дна легких. Отряхнув с борта штатского пальто клочок шерсти овчарки, он быстро зашагал по пустынной, еще затянутой предутренним сумраком улице. Из первого же автомата он соединился с квартирой Гоуски и долго стоял с трубкой возле уха, слушая безнадежные гудки. Не хочет вылезать из-под одеяла, жирный кабан, но все равно подниму. И он продолжал держать трубку. Наконец Гоуско отозвался глуховатым заспанным голосом. — Это я, Слива, — сказал Антонин. — Через пятнадцать-двадцать минут буду у вас. — А зачем? — опешил Гоуско. — Дело не терпит никаких отлагательств. Я звоню уже второй раз, — соврал Слива. — Ну что ж, — нерешительно сказал Гоуско. Послышались отбойные гудки. Не успел Гоуско умыться, как Слива уже звонил у подъезда его особняка. — Я не знал, что вы такой нетерпеливый и рисковый человек, — впуская раннего гостя пробурчал Гоуско. — Заявляться ко мне в такое время не совсем-то удобно. — Бывают в жизни исключения, — заметил Слива. Они прошли в кабинет. Гоуско шел на цыпочках, чтобы не наделать шума и не разбудить своих домочадцев. — Что у вас такое? Что за пожар? — спросил он ворчливо. — Именно пожар, — выражаясь вашим языком. — Сегодня ночью на этом пожаре сгорели врач Нерич, которого все считали покойником, комендант одного из военных аэродромов Громадский, бывший заведующий гаражом специальной автобазы Богуцкий, доктор богословия из Карлина Кратухвилл, инженер-химик из моста Арнольд Тука, какая-то модистка и восемь пилотов, прибывших из западной зоны Германии. Не больше, не меньше тринадцать человек. Гоуско сидел, как истукан. Его обвислые щеки позеленили. Из всех перечисленных Антонином он знал только одного Нерича, но все говорило о том, что произошла катастрофа. Он машинально потянулся к телефону, но отдернул руку и спросил, — Всех вместе? Когда? Между часом и двумя ночи Нерича, начальника гаража и восемь пилотов арестовали на аэродроме. Они пытались подняться в воздух на боевых самолетах. Комендант покончил с собой, а остальных взяли. Гоуско нервно пощипывал свои коротенькие усы. Он не был посвящен в это дело. Почему смешались в одну кучу Нерич, Мадистка, какой-то доктор богословия, пилоты? — Зачем нужно было поднимать самолеты? — спросил он. Нерич уже дает показания. Он говорит, что это делалось с определенной целью — скомпрометировать Министерство обороны и показать народу, что офицерский состав военно-воздушных сил не согласен с существующим в стране политическим режимом. Своего рода абструкция. Теперь Гоуско решительно взялся за телефон и начал названивать Сойру. Лихорадка начала трясти с Сойера и Прена с двух часов ночи. Не явился Нерич. Он не приехал и к трём, и к пяти. Он вовсе не приехал. Что бы это значило? Сойер тревожно посмотрел на Прена. Тот неопределенно пошевелил пальцами. Откуда ему знать? Они сидели на вилле Гоуски. У стола, опустив голову на руки, дремал радист с наушниками на голове. Перед ним лежала развернутая портативная рация. Сойер растромошил радиста. А ну, послушайте ещё. Радист зевнул, потянулся, поправил наушники и включил приёмник. Нет, никаких сигналов из Регенсбурга не подавали. По-прежнему тишина. Наконец, в половине шестого утра была принята и расшифрована радиограмма. Борн спрашивал, что помешало реализации плана ЗИНК. Сойер и Прен ничего не могли на это ответить. В голову лезла разная чепуха, и только звонок Гоуски, последовавший вскоре, внёс в дело полную ясность. Провал. Опять провал. Сойер, Прен и Радист сели в машину и уехали. Гоуску они подобрали в городе, на условленном месте. Его трясло, как в лихорадке. Стуча зубами, он повторил слово в слово всё, что услышал от сливы. На малолюдной уличке его высадили. «Кто же мог предать?» задал себе вопрос Прен. Он мысленно перебирал фамилии всех, кто имел отношение к плану ЗИНК. «Не речь?» «Не может быть». «Громадский?» «Тоже нет. Иначе незачем ему кончать самоубийством». «Раймонда?» «Что она знала, кроме того, что в её доме отсиживались пилоты, прибывшие из Баварии?» Кратух вил ни при чём, как и Арнольд Тука. «Всех их замели, видно, за компанию. Может быть, начальник гаража предал?» «Больше всех жаль Кратух вилла», сказал Сойер. «Да», — согласился Прен, сознавая, что Кратух вилла теперь уже никто не выручит. Ни Шрамек, ни Гала, ни сам архиепископ. Если Носик вцепился в него, то уж, конечно, не для того, чтобы через неделю выпустить из рук. «Влип, орёл, влип, как курвощи!» «Тебе следует немедленно отправиться к Борну», — сказал Сойер. «Иначе разразиться небывалый скандал. Не дай бог неречь назовёт тебя». Прен заёрзал в кресле. Он мысленно постарался представить себе встречу с Борном, и у него затряслись коленки. «Может быть, сначала изложим всё в телеграмме», — предложил он. «Не вижу смысла. Только ещё больше распалим его. Ты знаешь его характер». Прен молчал. «Да, перспективы вырисовывались самые мрачные». «Когда же мне выезжать?» — спросил он, как только машина остановилась у квартиры Сойера. «Чем раньше, тем лучше». Прен тупо глядел на Пражскую улицу, потерявшую для него всякую привлекательность. Глава 33. Над Прагой собирались грозовые тучи. Политическая обстановка накалялась. 13 февраля министры национально-социалистической, народной и словацкой партий пустили пробный шар. На очередном заседании правительства, категорически отказавшись обсуждать закон о социальном страховании, они навязали дискуссию о деятельности корпуса национальной безопасности. И неспроста. Стоя на страже революционных завоеваний, охраняя труд честных тружеников, корпус безопасности наносил решительные удары по отечественным и импортным врагам. Корпус путал все карты, ставил под угрозу провала планы реакционеров. Министры-реакционеры министовствовали. Корпус терроризирует мирных чехов. В стране творится произвол. Министр внутренних дел Вацлав Носек должен подать в отставку. Заседание было сорвано. В тот же день по городу поползли тревожные слухи о неизбежности формирования нового правительства. Слухи проникали на фабрики, заводы, в народные дома, учреждения, в частные квартиры, опережая радиопередачи и периодическую печать. В некоторых посольствах дипломаты переглядывались с понимающими улыбками, подмигивали друг другу и довольно потирали руки. Пора! Пора! 17 февраля министры-реакционеры повторили свой предательский маневр. Они снова отказались обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня. Вопросы, требующие немедленного разрешения. Все их усилия сводились к тому, чтобы открыть дебаты о Корпусе национальной безопасности, о Министерстве внутренних дел, о самоуправстве министра-коммуниста Носека. Тогда выступил премьер-министр Клемет Готвальд. Он сказал, что хорошо видит, чего добиваются господа министры. Он знает о готовящемся путче и может огласить состав чиновничьего правительства, утвержденный заговорщиками. После этих слов установилась тишина. Все замерли в ожидании. Премьер-министр обвел присутствующих спокойным взглядом и прочитал список лиц, выдвинутых реакционерами на министерские посты. Прочитал и покинул зал. Он отправился в град к президенту. Заседание было прервано. Реакционеры сбились в кучку и стали перешептываться. Зачем таить? Премьер попал не в бровь, а в глаз. Они уже выложили свои козыри на стол, сожгли мосты, по которым можно было отступить. Поставили на карту все. Они пошли ва-банк. Вечером того же дня на предгрозовом политическом горизонте Праги появился Борн, как стервятник, почуявший запах крови. Прямо с аэродрома он поехал на виллу Голоски. Следом за ним на второй машине ехали его личный секретарь, радист и повар. Сойер ждал своего шефа, расхаживая у ворот виллы. Сегодня он выполнял роль и хозяина, и дворецкого. Машины подошли к вилле уже совсем затемно. Сойер поспешно отворил ворота и впустил машины во двор. Борн вышел, разминаясь, и кивнул головой Сойеру. Вслед за тем он направился в дом с таким видом, будто прожил здесь не меньше полувека. Было бы ошибкой думать, что Борн не потерял присутствие духа, что последние события не отразились на состоянии его железных нервов. Он никогда не показывал своей взволнованности, но сегодня... В душе он рвал и металл, и Сойер, приглядевшись к шефу, перетрусил не на шутку. Борн не пошел дальше гостиной. Сбросив шубу, шапку и перчатки на диван, он принялся окружить по комнате, соизмеряя шаги с рисунком черного с разводами ковра. Сойер собачьими глазами следил за ним и старался себя успокоить. Ничего, пусть покружит, это успокаивает нервы. Выкурив сигару и вдоволь находившись, Борн опустился в кресло и властно потребовал самого подробнейшего доклада о провале плана Динг. Сойер, пользовавшийся информацией Гоуски и ничего не выяснивший дополнения к ней, не смог ответить на главный вопрос. Что же сорвало план и погубило стольких людей? Он мог высказать лишь догадки и предположения. Борн, вопреки привычкам, уже не сдерживал себя. Все кипело в нем, лицо его то бледнело, то становилось багровым, на шее сдулись жилы, в зрачках вспыхнули огоньки бешенства. Он с яростью уставился на Сойера. — Гробокопатели! Усколобые деляги! Из вас надо палкой пыль выбивать! Все погубили на корню. В то время, когда должно действовать каждое звено, у вас вся цепь разлетелась к черту. Борна прорвала. Он вскочил, налил себе стакан воды и отрывистыми глотками опорожнил его. — Нерич! Громадский! Кратухвил! — Мы же неумышленно! — решился подать голос бледный Сойер. — Неумышленно! — передразнил его Борн, бешено скривив рот. — Только умысла еще не хватало. Нас отрезали от всех объектов. На кого теперь рассчитывать? На чужого дядю? Носились со своим преном. Прожектер! Болтун! Бабник! При докладе он передо мной вас топил, а вы его до небес возносили. Оба вы стоите друг друга! Не успели лба перекрестить, а уже все разлетелось в прах! Он с трудом перевел дух. — Ну ничего! Карьера Прена на этом закончилась. Уж о нем-то я позабочусь. — Кажется, отходит, — подумал Сойер. И заговорил. — Если вы припомните, я возражал против плана Динг. — Что? — крикнул Борн. Но Сойер сумел взять себя в руки и продолжал. План был очень рискован. Подготовка двенадцати самолетов не могла пройти гладко и не привлечь внимания. Очевидно, Громадский положился на непроверенных людей. Не мог же он самолично заправить все самолеты. И люди пошли на риск только ради абструкции, которая политически мало себя оправдывала. Если бы машины угнали подлинные чехи-патриоты, другое дело. А так — просто кража. — Ну-ну, — одернул его Борн, — не план плохой, а вы со своим преном никуда не годитесь. Тыкаетесь, как слепые котята. Куда не полезете, всюду оставляете след. Дальше своего носа ничего не видите, а беретесь рассуждать. Мелюзга несчастная. За эти дни я прожил вечность. Я посидел за эти дни. Смиренно вставил Сойер. Человек жестокого деспотического характера, Борн любил унижать людей. Это доставляло ему неизъяснимое удовольствие. Он наслаждался своей властью. — Что-то незаметно по вашим волосам, — бросил он. — Неупитанность выше средней. Вероятно, к вам применяли искусственное питание. Сойер позеленел. В гостиную ворвался секретарь Борна. — Сейчас будут передавать по радио обращения коммунистов, — крикнул он. — В кабинет, — скомандовал Борн. Секретарь опередил шефа и склонился над Телефункиным. Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии, — палился голос из приемника. Борн, Сойер и секретарь разместились в креслах. Собрался 17 февраля сего года на внеочередное заседание для обсуждения серьезного внутриполитического положения, создавшегося за последнее время в стране. Уже несколько недель назад стало ясно, что представители некоторых политических партий в правительстве начали особые действия с тем, чтобы, несмотря на свои обязательства, вытекающие из постановлений Национального фронта и правительственной программы, еще до выборов воспрепятствовать принятию и проведению в жизнь новой Конституции и важных законов, которые составляют часть правительственной программы. Государственное страхование для всех трудящихся города и деревни, новая земельная реформа, налоговые льготы для земледельцев и ремесленников, мероприятия в области распределения товаров и так далее. Члены правительства коммунисты во главе с премьер-министром товарищем Готвальдом приложили все усилия к тому, чтобы новая Конституция и остальные пункты правительственной программы были проведены в жизнь еще до выборов в духе Единого национального фронта. Сойер закашлялся. Борн бросил на него такой взгляд, что Сойер пригнулся и закрыл пухлой ладонью свой рот. Члены правительства, представители других партий, прикрывшиеся различными второстепенными причинами и пустяковыми предлогами, старались вести подрывную работу против деятельности правительства с явной целью неожиданно вызвать правительственный кризис. «Готвальд, Готвальд!» – думал Борн. «Где бы найти такие руки, чтобы достать до него?» Злонамеренные действия представителей некоторых политических партий имеют целью еще до выборов антидемократическим и антиконституционным путем привести к власти внепарламентское чиновничье правительство, которое должно было бы попытаться вырвать власть из рук народа и в атмосфере политического и экономического развала подготовить в интересах реакции антидемократические выборы. Борн уже не владел собою. Он достал новую сигару. «Необходимо, чтобы все трудящиеся, рабочие, крестьяне, ремесленники, интеллигенты, все демократические и прогрессивные люди без различия партийной принадлежности, все чехи и словаки были готовы всеми силами в самом зародыше уничтожать все подрывные попытки реакции и защитить интересы государства и народа». Сигара хрустнула в руке Борна, он смял ее и бросил в корзину для бумаг. Суэр не отводил от шефа своего трусливого взгляда и пальцами-коротышками выбивал дробь на подлокотнике кресла. Секретарь смотрел в потолок. В связи с этим критическим развитием политической ситуации еще большее значение приобретает Общий Чехословацкий съезд представителей заводских советов и профсоюзных организаций, созываемый на 22 февраля, а также Общий Чехословацкий съезд представителей крестьянских комиссий, созываемый на 28-29 февраля сего года. «Перед этими съездами? Хватит! Довольно!» — рявкнул Борн. Шелкнул выключатель, свет погас, голос диктора умолк. «Ну, как вам нравится?» — с издевкой спросил Борн. «Вот это постановка вопроса, вот это хватка. Пусть поучатся у них крайны, зенклы, рибки, как надо брать быка за рога». Весь мир слушал этого коммунистического вожака, и в том числе осел Штейнгард, который смотрит на окружающее сквозь розовые очки. «Теперь маски сброшены, и остается одно — бить в лоб. Кто зевает, тот теряет. После таких событий рабочие не подпустят к себе зенкла и на пушечный выстрел, а на одних монастырях, костелах и всей их церковной иерархии далеко не уедешь». Готвальд одним взмахом перечеркнул планы архиепископа Пражского и Мунция Ватиканского. «Корпус национальной безопасности сейчас так трясет кратух вилла, что от орла только перья летят». Борн гортнул во все горло. «Крайну мне доставить! Крайну! Немедленно найти и доставить! И поубавьте отопление, здесь задохнуться можно!» Сойер и секретарь выбежали из кабинета. Крайна появился около часу ночи и застал Борна в гостиной за раскладкой пасьянца, десятого по счету. Стоя Борн комбинировал карты. На столе в северской вазе краснела горка крупных мандаринов. В пепельнице редком лежали недокуинные сигары. Крайна остановился в дверях. Борн не заметил вошедшего. Ну и десятый вариант пасьянца не сошелся. Борн с негодованием сгреб карты и стал расшвыривать их в стороны. Они рассыпались, как осенние листья под порывами ветра. Приглушенный кашлю дверей заставил его обернуться. «А, господин Крайна! Прошу!» Крайна размотал шарф на шее и сел на тахту, покрытую персидским ковром. Под руку он подложил ему так, расшитый восточным рисунком. «Ну, жара!» «Вы извините меня!» Проговорил Борн, снял с себя галстук и расстегнул ворот сорочки. Не ограничиваясь этим, он подошел к окну и распахнул его настиж. Но окно выходило на закрытую веранду, и приток свежего воздуха почти не ощущался. Борн взял из вазы мандарин, содрал с него кожуру, разломил надвое и половину положил в рот. «Вы слышали обращение коммунистов?» Спросил он Крайну, прохаживаясь по гостиной. «Нет, не сумел. Был занят. Вкратце мне передал мой секретарь. «Жаль, стоило послушать. Вы понимаете, что они вас опережают?» «Почему вас, а не нас?» Подумал Крайна и ответил. «Такой активности с их стороны я не ожидал. А это означает, что надо немедленно менять курс. Ждать больше нечего. Вас пришпоривают события. Они назначили на 22-е число съезд рабочих, а на 28-е съезд земледельцев. Надеюсь, об этом вы осведомлены?» «Конечно», — снисходительно заметил Крайна. «Вы отдаете себе отчет в том, что сулят эти съезды?» «Безусловно. Они предполагают...» Борн прервал Крайну. «Не предполагают, а точно знают, что рабочие земледельцы сами разрешат все те вопросы, которые вы помешали разрешить Готвальду. Коммунисты не верят в предопределение судьбы, в церковь не ходят и не гадают на кофейной гуще». Крайна сосредоточенно смотрел на карты, разбросанные по полу. «Я думаю, что мы провалим рабочий съезд», — сказал он. «Кто это мы?» «Вчера заседал Совет торговли и промышленности. По предложению господина Гоуски принято решение собрать внушительную сумму среди крупных оптовиков на подкуп рабочих и срыв съезда. Меня информировали, что уже собрано четверть миллиона крон». Борн заколыхался от смеха, обнаружив белые ровные зубы. «Господи, боже мой! Какие же у вас тут крохоборы!» — воскликнул Борн. «Вопрос поставлен так, быть или не быть, а они думают отделаться четвертушкой миллиона. Если вам нужны деньги, почему молчите? Да и зачем припутывать сюда оптовиков? Эти рабские душонки завтра же растрезвонят о сборе денег по всему городу. Хватит вам двух миллионов на подкуп. Пришлите завтра человека к Гоуски. Обидно, что у вас все делается на живую нитку». Слушая Борна, крайно сознавал все свое безволие, видел непрочность и мелкоту своих планов. «Поставить бы тебя на мое место», — подумал он. «А почему ваши министры не подают в отставку, как мы это наметили? Сколько времени прикажете их ждать? Три года готовились. Понадобятся еще три года?» Крайно беспокойно повернулся в кресле. «Нам еще не ясна позиция правых социал-демократов. Они сегодня заседали, но ни к чему определенному не пришли. Но время не ушло. Сражение мы начали, и мы его выиграем. В этом я могу вас заверить. Все произойдет скорее, чем вы предполагаете. Через пять-десять лет мы встретимся, и вы мне скажете, что...» «Жалкий тип», — думал Борн, слушая генерального секретаря партии национальных социалистов. Заглядывает на пять лет вперед, а того, что творится у него под носом, сегодня не замечает. Он спросил, «Как обстоит дело с военными комиссиями?» «Все готово. Я же информировал господину Гоуску». «А группу «Право мира Райхля» потеряли?» Крайно развел руками. «Да, Райх арестован, и вся его группа. Жаль. Город-мост для нас потерян. Восстановить группу будет трудно. Виноват один простачок из группы Райхля. Сидя в тюрьме, он надумал вести переписку с теми, кто действовал на свободе и находился в безопасности. Вот это и привело к поимке Райхля. Борн проводил гостя уже под утро. Отправляясь на отдых, он приказал Сойеру привезти к нему вечером на свидание Антонина Сливу. Глава 34. Ярослав Мукаш встал утром 18 февраля немного раньше, чем всегда. Бажена уже ушла в университет. Лукаш умылся, оделся, позавтракал на скорую руку и отправился на левый берег Волтавы, в Стракову академию, резиденцию Совета министров. Там должно было состояться заседание Малой комиссии национального фронта, посвященное обсуждению новой конституции. Лукаш не питал больших надежд на то, что Малая комиссия соберется. А если даже и соберется, что толку? С конца января она уже собиралась четыре раза и ничего не решила. Делегаты, национальные социалисты Зенкл и Буриан из кожи лезли, чтобы вопрос о конституции не продвинулся вперед ни на шаг. Они разжигали бесплодные дискуссии, ставили по ходу дела сотни вопросов, и все это с прямой целью сорвать принятие проекта конституции. Лукаш давно уяснил себе, что конституция, закрепляющая добытые в борьбе трудящихся завоевания и обеспечивающая дальнейшее прогрессивное развитие республики, реакционерам не по душе. Они мечтают о своей собственной конституции, которая восстановила бы старые порядки. В курительной комнате Лукаш натолкнулся на Морову. Пришел Ярослав. Лукаш безнадежно махнул рукой и стал набивать табаком трубку. А все-таки пришел, подмигнул Морова. Я тоже долго раздумывал, идти или нет, решил пойти. Сегодня, мне кажется, заседание состоится. Вчерашнее обращение ЦК немного поубавило у них спеси. Они уже не так беззаботно смеются. Важно, чтобы обращение дошло до народа, заметил Лукаш, чтобы народ понял и встал на защиту того, что с таким трудом им завоевано. Как и следовало ожидать, заседание Малой комиссии Национального фронта было сорвано. Национальные социалисты продолжали гнуть свою линию. Их делегаты, министры Странский и Дертина заявили в начале заседания, что не желают обсуждать конституционные вопросы. По их мнению, куда важнее поговорить о корпусе национальной безопасности и Министерстве внутренних дел. В то время как сообщники Зенкла, Странский и Дертина устраивали обструкцию в Страковской академии, сам Зенкл находился в Граде, в приемной президента Бенеша. Президент тоже мало интересовался Конституцией. Его больше беспокоило внеочередное заседание президиума Национально-социалистической партии, которое должно было состояться сегодня. Бенеш точно не знал всех пунктов повестки дня, но надеялся получить информацию от лидера Национально-социалистической партии Петра Зенкла. Антонин Слива понравился Борну. Бравый, крепкий парень, смелые глаза, твердые губы, тяжелый, слегка раздвоенный подбородок. Человек волевой, решительный. «Вы давно знаете Гоуску? Какое вы мнение о нем?» спросил Борн в первую очередь. «Хиттер мужик», — подумал Слива. «Смотри, откуда заходит». И отозвался о Гоуске положительно. Он подчеркнул его отличительные черты — энергичен, конспиративен. Борн одобрительно помычал. Он придерживался такого же мнения. Затем Борн проявил интерес к аресту Нерича, Громадского и Кратухвила. План Динг, разработанный им лично и так позорно проваленный, не выходил у него из головы. Он добивался узнать, с чего все началось, на каком звене порвалась цепь, какое именно звено оказалось непрочным. Это было важно знать на будущее, извлечь из провала предметный урок. Выслушав Сливу, Борн спросил. «А вы не задумывались над тем, кто их предал?» «Нет», — коротко ответил Слива. «Как себя держит Нерич?» «Об этом я слышал краем уха. Очень постыдно. Как принято говорить, он решил разоружиться полностью. Человеком он оказался малодушным и устойчивым. Всю вину валит на покинувшего Прагу американца Прена и, пользуясь его отсутствием, завел разговор еще об одном американце, с которым якобы встречался в Ставке Михайловича. «Называет его фамилию?» — насторожился Борн. «Боюсь соврать, не помню». Борн почувствовал некоторое облегчение и предложил собеседнику сигару. Слива отказался, он предпочитает сигареты, к ним давно привык. И эта черточка характера понравилась Борну. Он ценил людей, стойко придерживающихся своих вкусов и не изменяющих им от случая к случаю. Но прошлые встречи Нерича с американцем все же заинтриговали Борна. Он решил вернуться к этому вопросу. «Что он там болтает об американце?» — спросил он. «Что-то не особенно лестное. Называет его мистиком и дельцом, а не разведчиком. Говорит, что он, этот американец, больше рассчитывает на тугой карман, нежели на свою голову, и считает, что за доллары можно купить все на свете. Рассказывает о странностях американца. Будто ему можно испортить весь день, если утром сказать, что он плохо выглядит. Не дай бог, если против его окна сядет ворона. Любит гадать на картах. Ни одного решения без этого не предпримет. Я лично словам Нерича значения не придаю. Нерич, очевидно, из таких людишек, которые, угодив в лужу, только и думают о том, как бы обрызгать грязью и других». Борн сдерживал готовую прорваться ярость. Такой едкой характеристики собственной персоны ему еще не доводилось слышать. «Ну а как вы расцениваете свое положение в корпусе?» Я бы хотел знать все ваши возможности. Голоска беседовал об этом со мной. Я состою в группе, которая выполняет специальные поручения руководства. Определенного, постоянного участка работы у меня нет. Если вы спросите, что я буду делать завтра, я при всем желании не смогу вам ответить. Не знаю сам. Как ни печально, мои возможности очень ограничены. Но я немедленно сообщал Голоске все, что мне становилось известным. Борн кивнул головой. Он верил в откровенность Сливы. «Это я знаю. Меня нисколько не заботит ваше положение. И я хочу дать поручение, соответствующее вашим возможностям. Оно укрепит ваши позиции в корпусе и вместе с тем отвлечет на ближайшие дни его внимание от праги». Слива внутренне напрягся, но внешне ничем не выдал своего интереса. Он уже свыкся со своей ролью. Какое же поручение хочет дать Борн? Важно, чтобы он, Антонин, выслушав Борна, мог на месте решить, соглашаться или нет, не откладывая решение до свидания с Лукашем. Всякая нерешительность и оттяжка могут вызвать у американца подозрения. Борн неторопливо обдумывал, в какой форме лучше приводнести Антонину свое поручение. Наконец, отложив в сторону сигару, он приступил к делу. Ставилась задача дезориентировать корпус и с этой целью изощренный ум Борна разработал острую комбинацию. У них есть свой человек, инженер Лишко. Работает в главном управлении МТС. Что про него можно сказать? Ни рыба, ни мясо. Его без всякого сожаления можно принести в жертву, отдать на съедение. Но не бесцельно, а с тонким расчетом. Надо устроить так, чтобы он попал в лапы корпуса национальной безопасности с багажом, а не с пустыми руками. Допустим, завтра Лишко отправится на квартиру к доктору Кратухвиллу. Он не знает Кратухвилла и не знает, что Кратухвилл арестован. Придет, а там засада. Руки вверх, и деваться некуда. Пожалуйте, багаж. Вот и все. Я не совсем понял, признался Слива. Чего этим можно достигнуть? Борон рассмеялся. Все дело в багаже. Точнее, в пакете, который будет при нем. Содержание пакета следующее. В связи с назревающими в Праге событиями готовятся реакционные выступления в Братиславе, Маравской острове, Брно и Плезене. Это заставит корпус рассредоточить свои силы и оттянуть их от Праги. Только это нам и нужно. — Гениальный план, — высказал свое одобрение Слива. — А схватить Люшку — пустое дело. Я знаю, кто из ребят арестовывал Кратухвилла и сообщу им, что, проходя мимо его дома, видел подозрительного человека. Этот человек хотел девойти, но испугался меня. — Больше его не требуется. — Но я не знаю адреса Кратухвилла. — Я вам скажу. И запомните, Люшка появится в его квартире между пятью и шестью вечера. Проводив Сливу, Борн сделал такое резюме. — Находка. Подлинная находка. Толков, бескривляний, умеет слушать. Глава 35. Следующий день и ночь Борн провел в здании посольства. В конце дня из Парижа на собственном самолете прилетел посол США Штейнгард. Утром 20 февраля Борн чуть свет вернулся на загородную виллу и застал там ожидавшего его Гоуску. — Я голоден, как волк, — объявил Борн, переступив порог. Гоуску при содействии Гофф Бауэра принялся за приготовление завтрака. Он сам спустился в холодильник и принес припасы. — А где мой повар? — заинтересовался Борн. — Попросил машину и уехал в город, — ответил Гоуску. — Он рассчитывал, что вы приедете позднее и хотел приготовить вам любимые блюда. Сели за стол. — Рассказывайте по порядку, что произошло вчера, — сказал Борн, принимаясь за еду. — Все до мелочей. Кажется, политический барометр показывает нам ясно. Борн выпил рюмку виски и запил минеральной водой. То, что Борн будет завтракать, а Гоуску рассказывать, не понравилось коммерсанту. Он сделал попытку совместить приятное с полезным и наполнил свой бокал вином. — Ну-ну, я ослушаю, — понукал его Борн, со вкусом разжевывая жирную ветчину. Потом снял пиджак и повесил его на спинку стула. — Опять у вас африканская жара. Гоуску выпил бокал вина. Приятная теплота разлилась по телу. Откашлялся. Новостей много. Очень много. Вчера архиепископ Берн принял заместителя премьера Зенкла. Берн очень тепло отнесся к нему. Подобрил и дал свое благословение. Он советовал не медлить, действовать смелее и увереннее. — Значит, святой отец еще не притупил ума, — проговорил Борн, усердно работая челюстями. Гоуску продолжал рассказ. Берн намекнул, что ждать осложнений не следует. Он вручается за свою паству. Ну а если коммунисты начнут вооруженный конфликт, тогда архиепископ снабдит своих попов щитами, мечами и сам поведет их на коммунистов, — расхохотался Борн, отваливаясь на спинку стула. Шутка не понравилась Гоуске, но он закатился щекочущим угодливым смехом. Берн обещал Зенклу взять на себя переговоры с мансиньорами Шрамеком и Галой. После свидания с Зенклом архиепископ встречался с папским Мунцием, мансиньором Риттером. Риттер сегодня утром должен вылетать в Ватикан. Вероятно, он уже вылетел. Гоуска вынул из кармана записную книжку и перелистал ее, не полагаясь на свою память. Готвальд вчера посетил президента. После этого президент принял председателя социал-демократической партии Лаушмана. Крайна провел заседание Секретариата национальных социалистов. Он заверил, что выборы в национальное собрание состоятся в марте. Борн усмехнулся. — Отлично! Значит, верит в то, что нынешний парламент распадается? — Да, конечно. Крайна поставил также задачей призвать делегатов рабочего съезда к саботажу. Потом звонил Слива. Передавал, что ваш знакомый, какой-то инженер, уже у него в гостях. Багаж инженера произвел небывалый эффект. Уже намечены многолюдные экскурсии в известные вам города. В состав одной из этих экскурсий попал он сам. Борн сделал легкое движение рукой. Сообщение Гоуски и обрадовало, и опечалило его. То, что комбинация привела к намеченной цели, хорошо, но то, что Сливы не будет в эти дни в Праге, плохо. Он сунул руку в карман пиджака, висящего на стуле, и вынул колоду карт. Если все три карты выпадут красные, обеспечен полный успех. Гоуско с трудом сохранил серьезные выражения лица. Первый Борн выбросил на стол десятку червей, затем бубнового валета, а последним вышел туз-пик. Он разорвал карту пополам. Ничего, успокоил он сам себя. Все-таки на успех больше шансов. Продолжайте. Гоуско продолжал. Вчера заседал исполком народной партии. Католики не сомневаются в том, что коммунисты или отступят, или окончательно капитулируют. Это почти одно и то же, заметил Борн, снова принимаясь за еду. А национальные социалисты вчера провели два собрания в городском доме и в народном, на виноградах. На первом выступал Дартино, на втором — Рибко. А социал-демократы? Заседали, но бесплодно. Карты путает Ферлингер. С ним никак не удается договориться. Ну и последнее. Состоялся прием в посольстве. Это мне уже известно. Прервал Борн, вытер салфеткой губы и руки, и швырнул ее на середину стола. «Поезжайте в город. Я останусь здесь. Свяжитесь с Крайной. Предупредите Сойера. Звоните мне сюда по телефону». «Удобно ли это?» высказал сомнение Гоуско. «Удобно. Могу вас заверить, все, о чем вы будете мне докладывать, не явится секретом для агентства United Press». Гоуско поклонился. Борн развязал галстук и развалился на тахте. Дела шли не так уж плохо. Наконец-то эти болтуны решили ринуться в атаку. Жаль, что провалились Райхель, Мерич, Тука, Кратухвилл. Хорошо бы было бы сейчас вести в бой все силы. Ну да делать нечего. В запасе еще осталось кое-что. Скомандовать крайне, и все будет в порядке. Необходимо одним ударом оглушить коммунистов, сбить их с ног, лишить возможности к сопротивлению. Правда, о многом они узнали заранее. О многом, но не обо всем. Кое-что для них и теперь грамота за семью печатями. Надо подготовить телеграммы Вашингтон, Франкфурт-на-Майне, Регенсбург. Запропастились куда-то секретарь и радист. А интересно, что там надумал повар? У него умелые руки. Мысли начали путаться, Борн захрапел. Ему приснилось, будто посол Штейнгард теребит его за рукав на вчерашнем приеме. Скажите несколько слов. Вы видите, как католики на вас смотрят. Скажите, что эта затея принесет успех. Они вас считают личным другом Трумэна. Посол теребил так настойчиво, что Борн с усилием открыл глаза. Перед ним стоял секретарь. Вас просят к телефону. Борн скачал и покривился. Левая нога так замлела, что он ее не чувствовал. Который час? Половина первого. Получены две радиограммы из Регенсбурга. О чем речь? О поездах. Кто звонит? Гоуско. Он звонит уже третий раз. Борн подрыгал ногой и прихрамывая проковырял в кабинет. Взял лежащую на столе трубку. Алло? Да, я. Чрезвычайное заседание правительства сорвано. Наши не явились. Министр Носок выздоровел и уже принял делегацию из моста. Какую делегацию? Главным образом рабочие. Потом они пошли к Зенклу. Тот вместе с Дертиной дал им крутую отповедь. Тогда они полезли к Готвальду. И что дальше? Готвальд их заверил, что коммунисты не допустят повторения 20-го года. Это все? Пока все. Трубка ударилась в рычаг. Коммунисты не допустят. Ха-ха! Поздно хватились, господа! Это вас больше не допустят к власти. Выкурим мы вас, вытравим. Борн прочитал радиограмму и сел писать ответ. Потом принял горячую ванну и осведомился у секретаря, какие там чудеса готовит повар на обед. «Привез живую индейку», ответил секретарь. «Знает бестия, чем угодить», с удовольствием подумал Борн и пошел звонить Сойеру. Но Сойер не отвечал. Ровно в четыре опять задребезжал телефон. Борн схватил трубку. Раздался захлебывающийся голос Гоуски. «Началось!» «Началось!» «Уже началось!» твердил он. «Идиот! Что он так кричит? Я что, глухой, что ли?» «Говорите спокойнее и конкретнее», потребовал Борн. Национально-социалистические министры Зенкл, Рибко, Дортино и Странский послали Бенешу заявление об отставке. Копию письма направили Готвальду. «Я говорю, из Страковой академии. Тут Крайна. Вы не желаете с ним побеседовать?» «Давайте». «Это вы, Крайна?» «Да, да, я повторять не буду. Надеюсь, в ближайшие два-три часа все окончательно определится». «Готвальд и Носик отправились к Бенешу. Мы вас будем держать в курсе всех событий». Настроение у Борна поднималось. Он шагал по кабинету, потирая руки. «На вопрос секретаря, не пора ли обедать?» Ответил. «Подождем». Поистине Борн чувствовал прилив новых сил. Заглянул в гостиную – никого. Он подошел к стулу, опустился на корточки и попытался приподнять его одной рукой за ножку. Пыхтел, пыхтел, но стул никак не отрывался от пола и только ерзал. С покрасневшим от натуги лицом Борн выпрямился и плюнул. Некоторое время он массировал и разглядывал свою белую руку, крупную и по виду сильную, но на самом деле одреблевшую. Потом он взглянул на часы и включил приемник. Долго шарил в эфире, пока не услышал позывные гамбургского филиала BBC. «Что они, рехнулись?» – не сдержался он, прослушав первые слова передачи. Радио сообщило об отставке 12 чехословацких министров, а заявление пока подали только 4 министра. Никуда не годится такая работа, поспешность не всегда на пользу. Борн выключил приемник, сел за стол, взял чистый лист бумаги и, написав слова «Заместители премьера», провел под ними жирную черту. Под чертой он четким крупным почерком вывел три фамилии – Зенко, Кочвара, Шрамек. Потом сделал надпись справа – «Министры» и под нее – «Министр внешней торговли» – «Рибка», «Министр юстиции» – «Гертина», «Министр школ наук и искусств» – «Странский». «Министр транспорта» – «Пиетур», «Министр унификации законов» – «Франек», «Министр почт и телеграфа» – «Гала», «Министр техники» – «Капецкий», «Министр здравоохранения» – «Прохозка», «Статс-секретарь Министерства национальной обороны» – «Лихтер». Долго любовался трудом своих рук, потом снова взял ручку и поставил птички против фамилии Зенклы, Рибки, Бртины и Странского. Долго ждал телефонного звонка, а заслышав его, не мог сдержать волнение. Голоско сообщил, что к Готвальду явились министры – словацкие демократы Кочвара, Пиетур, Франек, Лихтер и подали в отставку. Готвальд и Носек снова поехали в град к президенту. Секретарь еще раз спросил, не накрывать ли на стол и получил тот же ответ – подождем. Борн склонился на столом и поставил еще четыре птички. Наконец в семь вечера поступило последнее сообщение от Голоски. Подали в отставку католики – Шрамек, Гала, Капецкий, Прохозка. Готвальд заседает с социал-демократами. И пусть заседает себе на здоровье. Приезжайте с Крайной обедать. Найдите Сойера и скажите ему, чтобы он мне позвонил. Положил трубку и хлопнул в ладоши. Обед на четыре персоны. Спесок обогатился последними четырьмя птичками. Что стоило Гамбургу, с досадой подумал Борн, задержать свою передачу на каких-нибудь два часа? Вот же бестолковая публика. Ничего не умеют сделать по-людски. Ах, глупо, глупо как получилось. Опять звонок. Теперь у телефона Сойер. Наконец-то. Он все время крутился около социал-демократов. Ну, что наследники Каутского? Спросил Борн. Заседают. Что нового? Прибыли гости. Всего сорок два человека. Я сам встречал. Бросайте все и ко мне. Жду обедать. А гости не новость. Действительно, это не было новостью. О предстоящем приезде на правах туристов 42-х американских офицеров Борн знал и без Сойера. И не мог этого не знать. Он лично отбирал их и инструктировал. Приехали, хорошо сделали. Пусть пока развлекаются, знакомятся со столицей Чехов. Первый тост за обедом провозгласил Борн. Все почтительно встали. За разумного и твердого в своих решениях президента, проговорил Борн. Слово теперь за ним. Беныш не примет отставки, сказал крайно, осушив бокал. Он заверил Зенку и меня, что не примет отставки, пока мы не заставим подать в отставку коммунистов. Голоско наполнил бокалы вином. За правительство нового состава. За правительство без коммунистов, поддержал Сойер. За настоящих друзей, добавил крайно и бросил на Борн на благодарный взгляд. В середине обеда Борн спросил с интересом, кто же остался у Готвальда. Крайно ответил, опора у него еще есть, 14 членов правительства, коммунисты, социал-демократы и двое беспартийных. — Да, — протянул Борн, — социал-демократы нас подводят. Глава 36. Далеко за полночь мороз кружится в юго. От здания Центрального комитета Коммунистической партии одна за другой разъезжаются легковые машины и тонут в белесой замете. Посланцы партии мчатся во все районы столицы с инструкциями Центрального комитета. В обращении коммунистов, выпущенном накануне, говорится. Президиум ЦК Коммунистической партии решил, что безотлагательно должны быть мобилизованы все силы трудящихся для поддержки правительства Готвальда, которые, не колеблясь, остаются на своем посту для того, чтобы защитить дело народной демократии и осуществить все необходимые мероприятия для сохранения безопасности, спокойствия и порядка в государстве. Бушует в юго, на улицах растут снежные сугробы, ветер обрывает телефонные провода, но машины настойчиво пробиваются вперед, на север и юг, на запад и восток, в Кладно и Берон, в Сбраслав и Бенешов, в Ческий Брод и Кралупи, в Лесу и Брандес, в Челаковице и Мельник. В районах партийной организации и каждой коммунист в отдельности все подлинные патриоты должны узнать, какая острая обстановка сложилась в столице, какая серьезная опасность нависла над республикой. Машина Моровы пробивалась вкладно. За руном сидел Владислав Морганок, изъявший готовность везти Морову. Снежные надувы завалили дорогу, машина ныряла в них точно в морских волнах, разметывая в стороны мириады белых пылинок, искрящихся в свете фар. Каждый километр давался сбою. В отдельных местах так замело шоссейную дорогу, что ее не было видно под снегом. Морганок вел машину наугад. Неистово метался ветер, ударяясь о кузов и стекла. То он жалобно плакал, то безутешно рыдал, как обиженный ребенок, то стонал, как смертельно раненый человек, то завывал, будто рассверепевший зверь. Ну и погодка. Машина воткнулась радиатором в огромный сугроб, вздрогнула, подобно живому существу, и остановилась. Мотор заглох. От преломившихся на снежной стене лучей фар в кабине стало необычно светло. «Кажется, сбились с дороги», — нерешительно проговорил Морганок, выключил свет и стал вглядываться в пляшущую вокруг них муть. «Сиди, я погляжу», — сказал Морова и открыл дверцу. Порыв ветра тут же сорвал с него шапку. Морова едва успел схватить ее на лету и покрепче натянул на уши. Он обошел высокий сугроб и, оставляя позади себя глубокий след, двинулся вперед. Пройдя несколько метров, он оглянулся и уже не увидел машины. Разгреб ногами пушистый, еще не улегшийся слой снега, шоссе. Значит, не сбились? «Владислав!» «Морганок!» — крикнул Морова, сложив руки рупором. «Едем правильно!» «Включи свет!» Ветер рвал голос, заглушая его звук. Морганок не услышал. Морова прокричал еще раз и так же тщетно. Тогда он стал пробиваться к машине по старому, еще незаметенному следу. Морганок тоже не терял времени даром. Убедившись, что они стоят на шоссе, он лопаткой с выгнутой гладкоотесанной ручкой раскидывал сугроб, преградивший им дорогу. А вьюга все не унималось. Ветер бушевал с прежней силой, забрасывал лицо горстями снега, врывался в рукава, заворотник, обжигал тело. «Вторая лопата есть?» — спросил Морова, чувствуя, что начинает замерзать. «Ну а как же? Морганок всегда берет с собой в дорогу все, что положено. И цепи есть на худой конец. Сейчас начнем чертоломить, как танк, и чихать нам на всю эту погоду». Сугроб таял на глазах. Снегопад не поспевал за двумя парами энергичных рук. Высвобождался проход. «Да чего ж неладная ночь выдалась?» — недовольно ворчал Морова, стараясь держаться спиной к ветру. Морганок не унывал. Он любил препятствия, неожиданности, игру случая, и такая поездка вполне устраивала его. Протерев ослепленные снегом глаза, он весело отозвался. «Ничего, перебедуем. Мы с вами и похуже видели дела». «Молодец, настоящий мужчина. Этот не продаст», — подумал Морова. Его лицо, иссеченное и схлестанное снегом и морозным ветром, горело. Руки тоже прихватило морозом, и они окоченели. А Морганок и не замечал таких пустяков. Он разогнул спину и сделал несколько шагов вперед. «Садитесь, поедем, а то как бы вода в радиаторе не замерзла». Спустя несколько минут в беснующей семгле показались окраинные строения шахтерского городка. Зал был набит до предела. Предупрежденные за два часа о приезде представителя Центрального комитета, кладненцы терпеливо ждали его, разместившись на стульях, на подоконниках, заполнив все проходы у стен и дверей. От негромкого говора в помещении стоял гун, напоминающий рокот мотора. В половине третьего ночи послышались голоса. «Приехал! Приехал!» «Машина подошла!» «Ну, наконец-то!» Зал затих. «Товарищи шахтеры», – начал Морово, – «вы все, конечно, слышали и первое и второе обращение Центрального комитета коммунистической партии. Мы, коммунисты, ничего не скрываем от народа. Вчера 12 министров-реакционеров подали в отставку. Они образовали блок трех политических партий – народной, национально-социалистической и словацкой-демократической. Этот блок стремится свергнуть правительство Готвальда, ликвидировать режим народной демократии, аннунировать все завоевания рабочего класса, лишить нас всех прав, восстановить домюнхенские порядки, вернуть в страну Ротшильдов, Ларишей, Сименсов, Маутнеров, рассорить нас с братским Советским Союзом и странами новой демократии». Гневные крики прервали Морову. «Не сдадимся! Они клиненные подлецы, эти министры! Порядочные люди на такое предательное дело не способны! Долой предателей! Мы не потерпим их! Нет такой силы, которая заставила бы нас повернуть обратно! Мы честно работаем и требуем, чтобы в правительстве были честные министры! Мир и труд не дешево нам дались!» Долго звенел колокольчик председателя, долго взмахивал рукой Морова, прежде чем ему дали возможность продолжать. «Друзья, в трудный для Родины час коммунисты всегда обращались к народу, и народ верил коммунистам и шел за ними». «И мы, у коммунистов мы знаем!» — опять раздался голос. «А какие заслуги у Зенклы, Шурамика, Странского?» Морова поднял руку. И такой трудный час снова настал. «Положение серьезное. Основания для тревоги есть, но для паники нет. Мы не желаем повторения 20-го года. Не желаем повторения 38-го и 39-го годов. С болью в душе мы вспоминаем время проклятого протектората. В 38-м нам разбивали головы за то, что мы кричали «Насдар Сталин!» — «Насдар Готвальд!» В годы оккупации вы, рабочие, жили как на каторге в своем собственном городе. Морова говорил просто, без ораторских приемов, без красивых жестов, не повышая и не понижая голоса. Каждое его слово было взвешено, обдумано, прочувствовано, пережито, и поэтому глубоко западало в душу рабочих. Мы идем вперед, навстречу свету и жизни, а они, эти отщепенцы, хотят отбросить нас назад, во тьму, в смерть. Но они сами мертвецы, и их уже похоронила история. Они пытаются и нас тянуть за собой, но мы не пойдем за ними. Вы посмотрите, как бурно растет авторитет нашей партии, передовой партии рабочего класса. Только за первую половину февраля подали заявление о вступлении в ее ряды 31,5 тысячи человек. И среди них почти 3 тысячи национальных социалистов, около полутора тысяч членов Народной партии. Мы национальные социалисты, мы нам не по пути с Крайной, Зенклом, Дертиной, Рибкой, раздался выкрик. Я уйду из Народной партии, если министрами останутся шрамики и галы. Если бы они заботились о народе, то не думали бы о своих барышах. Они нас не в грош не ставят. После Мурова на трибуну стали подниматься рабочие. Выступали социальные демократы, национальные социалисты, католики, коммунисты, беспартийные. Разными словами они говорили об одном. Если президент не примет отставки министров-реакционеров, то мы бросим работу. Пусть спускаются в шахту сами, господа-заговорщики. Мы будем охранять то, что нами завоевано, как мать хранит ребенка под своим сердцем. И с Советским Союзом останемся друзьями навеки. Он делится с нами тем, в чем мы жизненно заинтересованы, в чем мы нуждаемся, и ничего не навязывает нам. Он настоящий друг Чехословакии. Усталый, но возбужденный Мурова слушал и думал, можно ли сказать лучше, чем говорят эти люди. Они сейчас думают о судьбах Родины и понимают друг друга по одному взгляду. Последним выступал старый шахтер, которого встретили бурными хлопками и возгласами одобрения. Он прошел к трибуне, разгладил рукой морщинистое лицо и сказал немного. «Мы – народ. Мы – люди, а потом уже коммунисты, социалисты, демократы и так далее. Для народа нет ничего невозможного. Требования народу должны выслушивать не только министры, но и президент. Бенеш обязан принять отставку реакционеров. Не место им в правительстве. А не примет, начнет уговаривать их, тогда мы сами их прогоним с превеликим треском. Пока еще только ветерок дует, но ветер может родить бурю, а буря перерастет в ураган, который все сметет на своем пути. Так и передайте президенту. От нас требует единство. Заверьте товарища Готвальда, что это единство уже достигнуто. Мы – солдаты Готвальда. Мы – Готвальдова гвардия». Шахтер продолжал говорить, но его можно было понять только по жестам, которыми он подкреплял свои доводы. А голос его потонул в море криков. «Мы желаем земку и шрамику того самого, чего они нам желают, а клиенту и себе хорошего здоровья». «Привет товарищу Насыку!» «Насдар Готвальд!» «Отставку предателям!» «Дало их!» У председателя собрания уже онемела рука. Он переложил колокольчик из одной руки в другую и продолжал названивать. Улыбка не сходила с его влажного лица. Когда возбуждение спало, председатель ограничился двумя фразами. «Сегодня в десять утра в Праге на Староместской площади выступает Клемент Готвальд. Собрание считаю закрытым. И снова смерч голосов. «В Прагу!» «В Прагу!» «На Староместскую площадь, все как один!» «Готвальда слушать!» «Мы скажем ему, что пойдем за ним, и только за ним. И господам министрам скажем несколько теплых слов. Поможем президенту побыстрее думать!» Так порешили шахтеры Кладно. Так или почти так высказывались в эту ночь все честные чешские и словацкие рабочие, модельщики, кузнецы, молотобойцы и конструкторы, механики и столяры, столевары и сцепщики, машинисты и пивовары, водопроводчики, фрезеровщики и кочегары, маловары и токари, лютейщики и слесари, шлифовальщики и цеменщики, холодильщики и оружейники. Так высказались районы Праги, Винограды и Смихов, Ирштин и Высочаны, Малая Страна и Бубенич, Пржикоп и Карлин, Жишков и Либень. Так высказались заводы и фабрики, Шкодовка и Вальтровка, Айровка и Пал, Зброевка и Колбинка, Татра и Ява, Кабель и Батя, Алия и Арфа. Так сказали Злинь, Брно, Братислава, Плезин, Моровское острово, мост, Кралово поле, Витканицы — все. Народный гнев нарастал и выходил из берегов. Садясь в машину, Морова заметил, что морганок навеселе. Протирая залепленное снегом и промерзшее лобовое стекло, он во все горло распевал какую-то сводную песню из русских и своих собственных песен. — Ты не спрашивай, не выпытывай, жар безумный в груди затая. — Успел? — спросил Морова. — Немножечко, да и вам бы не мешало. Уж больно и здорово шахтеры настроены. Вот бы им сюда сейчас крайнюю ли рипку разделали бы под орех. Я поначалу пригрелся в уголке, вздремнул, а потом, как открыл рот, так и не приставал кричать до самого конца. — Давайте поедем скорее. Боюсь, что кладнинцы раньше нас окажутся в Праге. Вот народец эти шахтеры, ведь глаз не сомкнули со вчерашнего дня, а сейчас вот готовят знамена, плакаты, транспаранты. — Да, горячо прошло собрание, — сказал Морова. — А на Старомесской еще горячее будет. Глава 37 На площади, против запорошенных снегом стен, сожженные гитлеровцами ратуши, у памятника великому гусу, у могилы неизвестного солдата, уже толпились тысячи пражан. Люди не спускали глаз с балкона Кинского дворца. Холодно, лютый мороз. Пражане растирали уши и щеки, постукивали ногой о ногу, попрыгивали, чтобы согреться. — Еще целый час надо ждать, но они не разойдутся, пока не услышат премьер-министра Клемента Готвальда. Лукаш, Морова, Бажена и Слива держались вместе. — Вот оно, единство трудящихся, чего так боятся наши враги, — сказал Антонин. — А католики каркали, что в такую стужу никто не придет, — заметил Морова. — Им бы очень хотелось этого, а народ пришел на зов коммунистов. Лукаш энергично потер окоченевший подбородок. — Этим все сказано, — продолжал Слива. — Это боевой фронт, которого никому никогда не сломить. В морозном воздухе, выливаясь из громкоговорителей, разносились бодрые звуки маршей, а народ все пребывал и пребывал. Внезапно музыка смолкла, на балконе показался Клемент Готвальд. Долго и восторженно руку плескали тысячи людей. Наконец премьер-министр смог заговорить. Граждане и гражданки, товарищи, сестры и братья, дорогие друзья. Площадь замерла. Глаза людей прикованы к Готвальду. Многие плачут и не стирают слез с обмороженных лиц. Плачет и Бажена. И так легко ей, так радостно от этих горячих слез. Через час она должна выступать на собрании студентов, бывших партизан и подпольщиков. Бажена долго обдумывала свою речь, а теперь решила ничего не говорить от себя, а прочитать партизанскую клятву, под которой подписались почти два года назад все участники движения сопротивления. «Разрешите мне», — продолжал Готвальд, как главе правительства, сделать, во-первых, краткое сообщение о некоторых причинах и некоторых скрытых пружинах нынешнего правительственного кризиса, и, во-вторых, налетить пути к его ликвидации, таким образом, чтобы это было в интересах народа, нации и республики. Борн спал болезненным тяжелым сном. Секретарю стоило больших усилий разбудить своего шефа и заставить его подняться с постели. Вчерашний обед неприметно перешел в ужин, а ужин затянулся до утра. Сейчас голова Борна разламывалась от боли. «Ну в чем там у вас дело?» — раздраженным и глухим голосом спросил он секретаря, осмелившегося потревожить его. «Я же вас предупреждал. Не беспокоит меня до часу дня. Сколько сейчас времени?» «Десять с минутами», — почтительно ответил секретарь. «Черт бы вас побрал!» — зарычал Борн и откинулся на подушке. «Выступает Готвальд». Этого было достаточно, чтобы Борн окончательно вернулся к действительности. «Готвальд? В десять утра?» «Что-то ему плохо спится. Где он выступает?» «На Староместской площади. Там митинг». «Митинг», — передразнил Борн. «И что он там говорит на этом митинге?» «Я только отдельные места успел схватить и застемографировать». «Ну как?» Секретарь стал читать. «Внутренняя реакция по наущению и при поддержке международной реакции предпринимает упорные попытки ликвидировать наш народно-демократический строй и постепенно ликвидировать все, что принесли народу национальной революции и освобождение. Внутренняя и иностранная реакция боится результатов свободных демократических выборов, и поэтому она еще до выборов старается создать такую обстановку, при которой она могла бы в своих интересах безнаказанно терроризировать народ. Кроме того, внутренняя и внешняя реакция хочет превратить нашу республику в отчиму шпионов и заговорщиков, присылаемых в Чехословакию для борьбы против нашей республики и наших союзников, в том числе и Советского Союза. Тут я перестал записывать, позвонил господин Сойер. Дальше Готвальд сказал вот что. Они хотят овладеть корпусом национальной безопасности, превратить его в орудие реакции против трудящихся. Вернуть его к бездременю черных, когда в народ можно было безнаказанно стрелять. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, если я скажу по адресу реакционеров. Никогда, господа, корпус национальной безопасности мы в ваши руки ни за какую цену не отдадим. Корпус национальной безопасности никогда не пойдет против народа, а всегда будет идти вместе с народом против реакционеров, саботажников, шпионов, врагов республики. Вот все, что я успел записать и пошел вас будить. Поздно спохватились, сказал злобно Борн. Подайте мне сигару. Этот Готвальд чересчур самоуверен. Кажется, он без боя не сдастся. С незажженной сигарой во рту, в нательном белье, Борн пошел из спальни в кабинет, шлепая домашними туфлями. Голос Готвальда звучал уверенно и спокойно. Борн слушал у приемника. «Призываю вас к бдительности и готовности. Призываю всех честных чехов и словаков, всех вас, рабочих, крестьян, ремесленников, интеллигентов, к единству и сотрудничеству. В деревнях, в окружных и областных центрах повсеместно создавайте комитеты действия национального фронта и в демократических и прогрессивных представителей всех партий и общественных организаций. Уничтожайте в самом зародыше любые провокации агентов реакции. Будьте едины и решительны. На нашей стороне правда, и эта правда победит». Вслед за Готвальдом выступила социал-демократка Колушева-Петранкова. Она призывала уничтожить изменников. Национальный социалист Ян Матл потребовал единства и защиты правительства Готвальда. Потом говорили крестьянин Кутиш, прессонизный работник Климент, писатель Ян Дрда. В их речи врывались выкрики из толпы. «Обломаем зубы реакции!» «Долой реакционеров из правительства!» «Мы с Готвальдом!» «Они напали на всех нас и от всех получат ответ!» «Требуем сохранение правительства Готвальда без министров-реакционеров!» Борн выключил приемник. Кажется, его оптимизм начал выдыхаться. «Почему их не слышно? Где Крайна? О чем он думает? Что предпринимают сейчас Зенкул, Шрамик, Кочвара?» В туалетной комнате Борн принял холодный душ и начал торопливо одеваться. Секретарь прислуживал ему как лакей. «Говорите, звонил Сойер?» — спросил его Борн. «Да, звонил господин Сойер. Он просил передать, что мейер не оставляет попыток склонить социал-демократических министров подать в отставку. Кроме того, звонил Крайна. Я понял его так. Президент Бенеш до сих пор не принял еще ничьей отставки и продолжает вести переговоры. «Пусть только попробуют принять», — заметил Борн. «Тогда он не удержится на своем посту ни минуты. Вызывайте машину». Собрание студентов подходило к концу. Морова, которого знали как партизаны многие из присутствующих, сошел с трибуны под шум одобрительных выкриков и аплодисменты. «Надо принять решение. Резолюцию. Пора переходить от слов к делу». Слово попросила Бажена Лукаш. «Я думаю, не стоит писать резолюцию», — сказала она. Ее прервали недоумевающие голоса. «Почему не стоит? Как же без резолюции?» Бажена попросила выслушать ее до конца. «На партизанском митинге в апреле 46-го года мы приняли новую партизанскую присягу. Некоторые, возможно, уже забыли о ней. Скажу по правде, и я забыла. Но вот недавно советский офицер, майор Глушанин, дравшийся с гитлеровцами в горах Брдо, бок о бок со многими из вас, в своем письме попросил прислать ему текст присяги. Мы исполнили его просьбу. А сегодня, слушая Готвальда, я подумала, что присяга будет лучшей резолюцией нашего собрания. В ней сказано все, что мы, бывшие подпольщики и партизаны, должны сейчас делать. Разрешите мне прочитать текст присяги?» Тишина, потом возгласы. «Согласны!» «Правильно!» «Читай, Бажена, нашу клятву!» «Встать!» — раздалась повелительная команда Моровы. Студенты поднялись, как один человек. «Клянуемся самым для нас дорогим», — начала читать взволнованная Бажена, «что на всю жизнь останемся верными принципам партизанской традиции и идеалам, за которые мы боролись с целью освобождения Чехословацкой республики, и за которые погибли тысячи самых лучших наших товарищей. Так же беспощадно, как мы боролись против немецких оккупантов, их подручных и предателей, будем бороться против всех врагов республики. Теперь и в будущем мы будем стоять в первых рядах борцов против реакции, против остатков нацизма и фашизма. Мы не допустим, чтобы в свободном народном государстве чехов и словаков была допущена какая бы то ни была антинациональная реакционная идеология. В борьбе за самые высокие идеалы нашего народа мы создали железное единство наших рядов, без которого мы не могли бы с успехом бороться против иностранных оккупантов. Это единство мы будем беречь как зеницу ока и сохраним его навсегда. Будем неустанно и бдительно сторожить единство нашего народа, единство равноправных народов, чехов и словаков. Вместе со всеми патриотами, со всем нашим народом, вместе с нашей новой демократической армией превратим Чехословацкую республику в неприступную крепость, сделаем нашу республику защитницей революционных достижений нашего народа, опорой славянского братства и мира между народами. Будем вечно верны и благодарны нашим геройским советским братьям, которые принесли самые большие жертвы в борьбе за освобождение нашей Родины. Клянемся, что будем стоять на страже вечного братства между нашей республикой и СССР. Клянемся, все наши силы и способности отдать на дело строительство новой республики. Приложим все наши силы к тому, чтобы успехи национализированной промышленности и хозяйства служили на благо всего народа. Будем образцово трудиться на полях, навсегда освобожденных от иностранных захватчиков и предателей, чтобы наше сельское хозяйство процветало и было неисчерпаемым источником благосостояния всей страны. Мы будем примерными рабочими и крестьянами, неутомимыми физически и духовно тружениками. Раньше мы стояли во главе борьбы против оккупантов. Теперь мы будем стоять на страже завоевания нашей республики. Будем образцово исполнить свои обязанности в нашем послевоенном союзе. Мы останемся верными нашим товарищам, погибшим в борьбе за освобождение нашего народа. Мы торжественно присягаем, что наша жизнь принадлежит нашей прекрасной свободной Родине. Будем самыми верными ее защитниками, такими, какими мы были в самое тяжелое время нашей национальной истории. Клянемся быть в первых рядах строителей новой и лучшей жизни, строителей сильной, счастливой, социально справедливой республики. В зале стояла тишина, а потом из задних рядов долетел чистый, звучный, девичий голос, запевший «Интернационал». И сотни голосов подхватили его. Глава 38. Борн не мог не сознавать, что политическая погода меняется. Стрелка барометра упорно клонится к красной надписи «Буря». Надо было принимать срочные, самые решительные меры. Нарушая элементарные правила конспирации, которую Борн чтил как святая святых с того самого дня, как связал свою судьбу с управлением стратегических служб. Он вел довольно рискованные переговоры по телефону, встречался не только с Крайной, но и с Зенклом, Галой, Рибкой, и даже отважился посетить вожака католической паствы пражского архиепископа Берна. Борн до седьмого пота загонял своего помощника Сойера. Чуть не избил секретаря за нерасторопность. Достаточно испортил крови Владимиру Крайне. Он грозил, предупреждал, советовал, поощрял, плевал, ругался, даже умолял. Но все это не достигало цели. Порчево уходило у него из-под ног. Вчерашний день, с которым связывалось так много надежд, вызвал в нем отчаяние и злобу. Борн надеялся, что съезд представителей заводских советов и профсоюзов, созываемый 22 февраля, не состоится. Но, невзирая на снег, который варил с самой ночи, невзирая на мороз и ветер, ко дворцу промышленности на старой выставке с самого утра потянулись людские толпы. Съезд собрался. Выступал Готвальд. Борн хорошо запомнил отдельные места его речи. Я думаю, что реакция переоценила свои силы. Ее план не осуществится никогда. Или, если кто-нибудь думает, что лозунг, целопроизвольный и стихийно выдвинутый за последние 24 часа нашим народом, и гласящий, что агенты внешней и внутренней реакции не смеют вернуться в правительство, брошен на ветер, тот дьявольски ошибается. Дьявольски ошибается, повторил Борн. А делегаты съезда скандировали. Мы с Готвальдом. За Потоцкого в правительство. Республику защитим. Изменников из правительства удалим. Из 8 тысяч делегатов за резолюцию голосовали 7 990 человек, а против — 10. Позор и срам. Куда же уплыли деньги, собранные Советом торговли и промышленности, на что ушли огромные суммы, ассигнованные Борном? Но вчерашний черный день на этом не кончился. В Пражском национальном театре открылся второй съезд Союза Чехословацко-советской дружбы. Прямо как снег на голову. И там кричали с места. Наша дружба скреплена кровью. Всегда идти вместе с Советским Союзом. И опять выступал Готвальд. На этот раз он закончил свою речь так. Наш народ в будущем не потерпит антисоветской клеветы, какие бы газеты ее ни распространяла, и какие бы политики этим ни занимались. Он должен заботиться о том, чтобы суровая рука закона покарала каждого, кто захотел бы подорвать нашу внешнюю политику и тем самым основы нашего государства. Готвальд провозглашал здравицу за Советскую армию, за нарушенный союз народов Чехословакии и Советского Союза. Борн не находил себе места. Он закусил у дела. Целый день звонки, телефонограммы, депеши, шифровки, радиограммы. Казалось, корреспонденты иностранных газет потеряли головы. Они засыпали свои издательства и редакции телеграммами, в которых пророчили провал всех планов министров-оппозиционеров. Или Готвальд навел на них панику, или перепугала их московская правда, заявившая, что усилия чехословацкой реакции обречены на провал. А может быть деньги, предназначенные на то, чтобы разложить делегатов рабочего съезда, попали в карманы корреспондентов? Борн никак не мог прийти в себя от злобы и негодования. На границе уже задержали первую группу бегущих вожаков национальных социалистов. Трусы! Сволочи! Они надеются, что всю эту кашу будет расхлебывать за них Борн. Ну уж нет, дудки! А Министерство внутренних делчих в Словакии приказало запереть на замок границу с Баварией и Австрией. Этого еще не хватало. Теперь выезд возможен лишь по специальным пропускам Корпуса национальной безопасности. Вчера весь день неизвестно, где пропадали Зенкл и Крайна, где их черти носят. А сегодня они решили выступить перед кучкой студентов. Смешно, нашли на кого опереться. Вся надежда только на Бенеша. Если он струсит и примет отставку 12, не добившись отставки коммунистов, надо браться за оружие. Крайна должен дать команду штаб с капитаном Тейхману и Благе и своим военным комиссиям. Чего не смогли добиться болтуны, того добьются автоматы и пулеметы. Надо ориентировать Рейгенсбург, Франкфурт, пускай везде будут наготове. И тогда посмотрим, что удастся сделать коммунистам, процедил сквозь зубы Борн, садясь за письменный стол. Раскрылась дверь и вбежал Сойер. Несколько мгновений он стоял с поднятыми вверх руками, будто просил пощады, а затем пробормотал. Конец. Чему конец, вздрогнул Борн? Конец, повторил Сойер. Вооруженное выступление сорвано. Арестованы Тейхман и Блага. И... все их люди. Изъяты документы, списки, оружие. Корпус национальной безопасности окружил здание Президиума национальных социалистов и производит обыск. На заводах рабочим милиционерам раздают оружие. Борн паник. Его сухое, костистое лицо исказило гримаса ярости. Он судорожно сжал пальцы. Потом встал, сделал два шага, но сердце сжало спазма боли. Хватая руками воздух, он начал падать. Перепуганный Сойер подхватил тяжелое тело шефа и потащил его на диван. Спустя десять минут Борн поднялся, оправил пиджак, галстук и науверенной походкой направился в кабинет посла. «Я сейчас вернусь», — сказал он Сойеру. Вернувшись, Борн приказал Сойеру сесть за стол. Сойер повиновался. «Пишите», — начал Борн. «Расшифровать немедленно», — точка. «Ситуация резко изменилась», — точка. «Все планы сорваны», — точка. «Отряд судетских немцев под командованием фон Термитца просим задержать в Регенсбурге», — точка. «Транзитные поезда с вооружением, следующие в Польшу, желательно вернуть в Париж», — точка. «Дайте указание в нашу зону пропускать всех преследуемых чехами», — точка. «Перепечатайте и дайте мне». «Вы сегодня выдели Гоуску?» «Нет». Гоуска был, как всегда, предусмотрителен. Еще вчера он сообразил, что пожар охватил все стены дома, но не поздно выбраться через крышу. «Пора», — сказал он себе, и, усадив в машину все свое семейство, погрузив наиболее ценные вещи, отправил их к границе. Сегодня он сам собирался последовать за ними. Разница состояла лишь в способах передвижения. Они отправились в автомобиле, он должен был лететь на самолете. Арест организаторов намечаемого вооруженного выступления, обыск в помещении президиума национальных социалистов только укрепили его в решении. На этот раз у Гоуске было предчувствие, что в Прагу ему, пожалуй, уже не вернуться никогда. Размышлять о том, как и почему произошла катастрофа, кто виноват в срыве так хорошо выношенных планов, он не имел никакого желания. К чему заниматься бесплодными анализами, и что это даст, чему поможет. Только забьешь себе голову всякой чепухой, забудешь о себе самым, упустишь подходящий момент. Гоуск решил предпринять маневр, уже оправдавший себя в предмайские дни 45-го года. Он вызвал силы своего верного Гоффбауэра и заявил ему «Ровно через четыре часа я должен быть в воздухе, улетаю». «Но всегда?» Осведомился простодушный старик. «Возможно. На всякий случай я оставил на ваше имя доверенность, заверенную в Министерстве юстиции. Вы остаетесь полным хозяином дома и виллы. Деньги тоже вам оставляю. И доверенности деньги на столе. Как только я пришлю телеграмму, продавайте с молотка все имущество, а деньги переведите мне. Адрес я сообщу». «Ну что ж», — проговорил Гоффбауэр, — «я к этому делу привычный». Гоуск улыбнулся, подошел к старику, потрепал его по плечу. «Вы у меня молодцом. Сколько раз вручали из беды. За это Бог наверняка продлит вам жизнь лет до ста». Гоффбауэр разделил эту уверенность в милосердии Бога. «А теперь помогите мне уложиться», — сказал Гоусха. В два больших и свиной кожи, перепонятанных обручами чемодана, укладывали только самое необходимое — костюмы хозяина, шерстяные отрезы, шелковое белье, драгоценности. Укладывая, мирно беседовали. «Вы счастливый человек, пан Гоусха», — проговорил Гоффбауэр, старательно встряхивая старинный фраг хозяина. «Вы словно в рубашке родились. Вам всегда удается вовремя уехать». «Подождите, еще не уехал», — отозвался Гоусха, пытаясь закрыть чемодан, набитый доверху. «Не дай бог, зацеплюсь за какой-нибудь сучок». «Да нет, вы уж не зацепитесь». «А вообще-то, конечно, не мое дело, но хочется спросить. Нерноватый уезжаете? Может быть, все обернется по-хорошему?» «Вернуться никогда не поздно. Поздно бывает уехать. Если Беннеш на этот раз не поддастся на уговоры и не примет отставки двенадцати, то еще можно надеяться на возвращение. Если же...» Чемодан никак не хотел закрываться и Гоусха выругался. «А Беннеш не опередит всех, как это было в тридцать восьмом году?» «Вряд ли. Впрочем, все может быть». Гоусха засмеялся. «Беннеш, как и я, поскачет, поскачет, обернется, да опять в президентское кресло. Ну-ка, Гофф Бауэр, помогите мне закрыть этот проклятый чемодан». Когда крышка чемодана захлопнулась и щелкнули замки, Гофф Бауэр спохватился. «Ой, чуть не забыл. Вчера паня Гоусха, она уже в машине сидела, просила передать, чтобы вы обязательно захватили пакетик. Тот, что за зеркалом в туалетной, обязательно просила захватить. Что же вы молчали? Что там в этом пакетике? Не знаю, надо полагать, что-нибудь ценное. Она мне два раза напомнила. Ну, пойдемте. Пойдемте, пан Гоусха». Гофф Бауэр, как человек воспитанный, пропустил хозяина вперед. Но как только Гоусха вошел в туалетную, захлопнул за ним дверь и трижды повернул ключ в замке. «Эй, старина, что это вы шутить вздумали?» — послышался голос хозяина. «Никакого пакетика за зеркалом нет». «Вы зачем дверь заперли? Что за глупые шутки? Эй! Слышите? Ну-ка, откройте!» Гофф Бауэр рассмеялся. «Не затем я запирал, чтобы тут же отпереть. Зацепились вы за сучок, пан Гоусха. Много полетали на своем веку, пора отдохнуть. Вы пока посидите там, я сейчас вернусь». Не обращая внимания на стук и вопли хозяина, старик прошел в кабинет и соединился по телефону с Корпусом национальной безопасности. «Ты, Антонин!» «Здравствуй, сынок, это я». «Да, да, ты был прав. Уже навострил было пятки. Приезжай да побыстрее». «Нет, никуда не уйдет. Я его в туалетный запер». Глава тридцать девятая. В полдень двадцать пятого февраля Сойер снова ошеломил своего шефа новостями. Арестован личный секретарь Крайны. Сотрудники выгнали из министерства Галу, Капецкого. Зенкл и Кочевара предпочли удалиться сами. «Значит, Зенкл еще в Праге?» спросил Борн. «Да, я его видел». «А позавчера где он прятался весь день?» «У своей приятельницы в Моравии». Борн плюнул. «Мерзавцы! Запутались в бабьих юбках. Крайна дал указание всем своим местным организациям сегодня провести массовые демонстрации по всей стране. И еще...» Сойер замялся. «Что еще?» уставился на него Борн. «Сейчас я видел в городе Сливу». «А, уже вернулся?» «А он никуда и не выезжал из Праги». Борн встал и нервным жестом положил руки в карманы. «Не выезжал?» «Нет. Это я лично установил. Он принимал участие в аресте секретаря Крайны и Тейхмана. Он изловил в находе штабс-капитана Благу, ускользнувшего было от ареста. Он позавчера днем арестовал Гоуску. Борн был потрясен. Что же это значит?» А Сойер испытывал истинное наслаждение, информируя шефа по вопросам, в которых тот проявил полную близорукость. И злорадно продолжал. «Слива разведчик. Слива партизан. По заданию подполья. В годы протектората он работал под видом гестаповца, которого они схватили на каком-то острове. Слива орудовал под фамилией Барабаш». Борн в полной растерянности смотрел на Сойера. «Вы вчера говорили со Штейнгартом о самолете для меня», — внезапно сказал он. «Да, самолет в вашем распоряжении. Предупредите пилота». Борн не закончил фразу и погрузился в размышления. Молчание тянулось долго. «О чем предупредить?» — напомнил Сойер. «О том, что вы и я вылетим через час. В Регенсбург. А как ведет себя Бенеш?» «По-прежнему. Держится пока». Борн закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Можно было подумать, что он задремал, но это было не так. Мозг его напряженно работал. Все ли учтено, все ли сделано? Не упущена ли какая-нибудь возможность повернуть ход событий в другую сторону? Нет ли надежды осуществить намеченные планы? Да, такая возможность есть. Убрать, ликвидировать президента Бенеша. Именно сейчас, пока он не уступил натиску Готвальда, пока он упрямится и не принимает отставки 12. При такой ситуации его смерть нетрудно объяснить. Стремлением коммунистов поскорее избавиться от президента, возвести на них тягчайшие обвинения, «В Вашингтоне такие крайние меры одобрят. В этом можно не сомневаться. Не станет Бенеша, кто примет отставку министров? Они и думают, забудут о министерских портфелях. Начнется хаос, неразбериха. Вот тогда и можно вмешаться. Великолепная идея. Кто же может ее реализовать? Крайна. Нельзя терять ни минуты». Борн открыл глаза. Сойер по-прежнему стоял перед ним. «Самолет отменить. Вызовите машину для меня». Отрывисто приказал Борн и снял с телефона трубку. Владимир Крайна, генеральный секретарь национально-социалистической партии, прикрыл за собой дверь конспиративной квартиры. Стрелка на часах показывала 11.30. Крайна вытер платком вспотевшее лицо. В этой квартире Крайна провел уже две ночи. Расположенная на Пальмовке, она не была на виду у любознательных глаз. Здесь Крайна располагала телефоном или продуктором, что позволяло им узнать о всех событиях в столице. Крайна от переутомления буквально валился с ног. Его тянуло прилечь и, быть может, вздремнуть немного. Но с минуты на минуту он ждал появления Борна, с которым только что сговорился по телефону. Впрочем, неразумно было терять несколько свободных минут. Крайна прилег, с наслаждением вытянул ноги. Несмотря на то, что срыв и провал всех планов был очевиден, Крайна еще на что-то надеялся. Он цеплялся за любой повод. Во-первых, Беныш не подпишет отставки 12. Беныш лично заверил его вчера в этом. Сегодня эти заверения повторил начальник канцелярии президента. Во-вторых, в случае крайней нужды в Чехословакию войдут американские войска. Его удивляло, почему Борн собирается покинуть Прагу. Вчера ему сказал об этом Сойер. Интересно послушать, что сейчас станет говорить Борн. Стук в дверь. Вошел Борн, бодрый и энергичный. — Приветствую вас, мой друг, — сказал Борн, пожимая руку Крайне. Затем подошел к окну и слегка раздвинул штору. Беспрерывным потоком двигались по улице автобусы, грузовики, в которых, подняв воротники, мыско нахлобучив шапки, сидели и стояли люди. На древках, прикрепленных к бортам машин, плескались на ветру стяги. Красный цвет их приводил Борна в ярость. — Вы, кажется, назначили им сегодня массовую демонстрацию? — спросил он, не оборачиваясь. — Да, — ответил Крайна. — Не ваши ли это демонстранты? — усмехнулся Борн. Крайна подошел к окну, посмотрел и порывисто задернул штору. — Нет, эти едут на Вацлавскую слушать Готвальда. Мне тоже так кажется. Они вернулись к дивану и сели. — Итак, что вы надумали? — спросил Борн. — Раздался телефонный звонок. Крайна схватил трубку. — Да. — Что? Трубка выпала из его рук. Беныш принял отставку двенадцати. Борн положил трубку на рычаг и набрал номер Сойера. — Это вы, Сойер? У телефона Борн. То, что я отменю, должно остаться в силе. Ровно в пять вечера. Немедленно дайте указание. — Я знаю, о чем вы сейчас говорите, — растерянно произнес Крайна. — Возьмите меня с собой. Еще вчера господин Сойер уведомил меня о вашем предстоящем отъезде. Борн насупился. Этому болтуну Сойеру придется сделать серьезное внушение. — Техника вашего отъезда разработана. Ею занимаются специальные люди, — сказал Борн. — А почему я ничего не знаю? — заносчивый с обидой спросил Крайна. — Почему французы уже уведомили Шрамика, Галу, Рибку и Духачика, что пришлют за ними самолет? — Ваши французы — дураки, — бросил Борн. — И Рибка дурак. Крайна покраснел, а Борн продолжал. — Я вижу, вы только и помышляете о бегстве. А над тем, что можно еще предпринять, как выправить и спасти положение, как выполнить план, об этом вы и думать не хотите. Это вы провалили верное дело. Разговоры о терроре, диверсиях, вооруженных выступлениях так и остались разговорами. План превратился в фикцию. Крайна, бледный, сжал кулаки и, набравшись милости, перебил Борна. — Ваши обещания тоже остались пустыми обещаниями. Все ваши планы — помощи. Они тоже лопнули, как мыльный пузырь. Где отряд фон Термица? Где так называемые транзитные поезда с вооружением? Где 40 американских дивизий, подтянутых к границе? Чем занимаются в Праге 42 ваших офицера? Борн ощетинился. С такими вопросами и в такой форме к нему никто еще никогда не обращался. Это было наглостью. Он сжал пальцы в кулак и занес руку. Но ударить помешал телефонный звонок. Крайно дрожащей рукой приложил трубку к уху и молча слушал. Новые сведения обессилили его. Все кончено. Морсик наложил арест на банковские вклады нашей партии и на вклады других партий. Он обхватил голову руками. Борн вынул бумажник и, отсчитав несколько сто долларов бумажек, бросил их на стол. Ни слова не говоря, он пошел к двери. Божана стремилась на Вацлавскую площадь, послушать Готвальда. Она позвонила Морганоку. «Владик, дорогой, ты пойдешь?» «Обязательно. Зайди за мной. Отец будет ждать нас у входа в национальный музей. Сын Антоним и Морова». «А знаешь, у меня гости». «Кто?» «Трус Кликовыч». «О, тогда пойдемте все вместе, да?» «Конечно». Площадь чернила от народа. В центре ее, возле автобуса, была наспех сооружена трибуна. Всю дурели знамена. Столбик ртути в градуснике упал до 14 градусов. В воздухе кружились сухие, едва видные глазу снежинки. Но ни один человек не ощущал холода. Людей согревал душевный подъем, сознание и силы, вера в общую солидарность. Ярослав, Бажена, Слива, Морганок, Морова, Труска и Ковыч стояли тесной кучкой. Сначала говорил Сденек Медлы, потом коммунист Вацлав Капецкий. Слушая ораторов, люди оглядывались. Когда же приедет Готвальд? Что он скажет народу? На трибуну поднялся заместитель прематора Кроссмарш. Но он не успел закончить свою речь. Площадь пришла в движение. «Готвальд! Нас дар Готвальд! Сто раз Готвальд!» И снова тишина, напряженная и глубокая. Готвальду подали руки, и вот он уже на трибуне. «Товарищи, дорогие друзья!» — начал Готвальд. «Только что я возвратился из града, от господина президента. Сегодня утром я предложил ему отставку министров, которые 20 февраля подали заявление об отставке. Одновременно я представил господину президенту список лиц, с помощью которых должно было быть пополнено и реорганизовано правительство. «Могу вам сообщить, что господин президент принял все мои предложения, в том виде, как они были представлены. Товарищи, декреты об отставке старого и утверждении нового кабинета министров подписаны господином президентом и будут подписаны мной. Реакция, которая собиралась нанести как раз в эти дни сокрушительный удар нашему народно-демократическому режиму, сама понесла поражение. Когда митинг закончился, Ярослав, Бажена, Антонин, Морганек, Морова, Труска и Ковач, взявшись под руки, пошли серединой улицы по трамвайным путям. «Пойдемте все к нам!» — воскликнула возбужденная Бажена и посмотрела на Антонина, который шел рядом с нею, прямо в его счастливые глаза. «Хорошо, — придумала дочка, — пойдемте все к нам!» — поддержал ее Ярослав. Друзья согласились, не раздумывая. «Вот она, победа народа!» — взволнованно заговорил Ярослав. «Большая, настоящая, заслуженная победа!» «И недешево она далась нам!» — добавил Морова. «Совсем недешево! Мы потеряли таких бойцов, как Юлиус Фучик, Ян Шверма, Франтишек Молок, Юзефа Файманова. Казненные замучены за стенках гестапо 45 членов Центрального комитета, руководивших подпольной борьбой. Сложили в боях свои головы свыше 25 тысяч коммунистов, а 60 тысяч прошли через тюрьмы и лагеря. А сколько погибло простых, честных патриотов, словаков, чехов! Но впереди, на пути к прочному и полному счастью народа, нам предстоит выдержать много еще испытаний и битв. «Выдержим, Ярослав! Мы люди крепкого сплава!» — ответил Антонин и крепко пожал руку Бажены. Снег падал все реже и реже. Уже трудно было проследить глазом кружение белых звездочек в тихом морозном воздухе. И вдруг на засниженной улице плеснул ослепляющий солнечный свет. «Солнце! Солнце!» — по-детски радостно вскрикнула Бажена. «Прага преобразилась». 1950-1954 год. Нальчик, Ташкент, Москва. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2007 года. Заведущая отделом Светлана Ходова. Виктор Лариса Юрова. Заведущая отдела Ходова.